Души и стены, и живи с десной, И вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю приди, селися вны, И очистины от всяких скверных, И спаси, блажен души наши. Отец наш Небесный, молим Тебя, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови и наше это занятие собрания по Слову Твоему Святому. Помоги, Господи, чтобы через толкование святых отцов Духом Твоим, святым, дарующим нам это осмысление слов Твоих, оно вошло и в нашу душу, в наши сердца. И мы смогли произвести действие, показать веру из дел наших, как Ты, Господи, говоришь через послание апостола. Помоги нам, Господи, чтобы вера наша могла помочь и другим увидеть Тебя в словах Твоих святых, которые Ты даровал нам через притчу о сеятеле, для того, чтобы мы дальше продолжали сеять каждая наша душа, уверовавшая Тебя до конца. Даруй, Господи, сил этих нам, нашим чадам, с верой на надежду воскресения и жизнь вечную, идти по этому скорбному пути и доли земной и достигнуть небесных благ, уготованных святым Твоим и праведным. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 А у кого ручки есть, немножко бумаг, чтобы с бумагами были? Давайте. Где-то там Натюша сказал, я сейчас всем дам бумаги. Дайте хоть сюда бумаги немножко, чтобы были, а то прям так пусто, неправильно. И ручку дайте кто-нибудь, а? Хотя бы я с расходом, чтобы вам не было. Ход бестежный. Да, ход бестежный. И глаза дайте мне закрыть еще. Как будто я буду с вами. Прекрасно. Что-то отставали. Дай, пожалуйста, что-то наш. Вон там вот, справа, ниже, ниже, справа, по прямой стенке. Ага, все. Спасибо. Время, Своя Сына, Секрового Духа. Аминь. Вспоминаем, где мы закончили в прошлый раз, чтобы вернуться нам к тому стиху, который мы закончили, соединить мысли предыдущего занятия с сегодняшнего. Ну, брат, где мы закончили? Ну, ты тут же сидел, я помню. Седьмую главу мы начали. Так. Да мы там прошли прям три стиха все. Значит, четвертый стих, третий стих, последний стих. Так, кто-то как бы рассказал, что третий стих мы закончили. Да. Читаем третий стих. Первая, с Каринской, она седьмая глава, третий стих. Муж оказывает жене должное благорасположение. Подобно и жена мужу. Первая, с Джоном, сразу откликнулись на этот стих. Первая опустила, вторая застклилась. Долгом говорит, почитайте любовь друг к другу. То есть должны любовь. Должны любить друг друга. Это Господь говорит нам через апостола Иоанна. Больше всего у него просто гимн любви. Его послание. Да любите друг друга. Вы помните об этом говорили, где еще делать ударение? Да любите друг друга. То есть обязаны любить друг друга. И поскольку она, то есть любовь, это долг, и мужа, и жены одновременно друг к другу, то вы, необходимо, обязаны оказывать ее любовь друг к другу. Как выражается, необходимо, обязаны. Обязаны, да еще и необходимо обязаны. Вот такое короткое толкование. А что тут толковать-то? Ну, брат, вот сейчас подтолкует. Вопросы есть. И вопрос жизни и смерти, как говорит батюшка. Потому что нигде в Слое Божьем не написано, что жена долюбит мужа своего. А вот написано про мужа, как он должен возлюбить свою жену. Как Христос возлюбил церковь, написано. А что жена должна теперь так же любить мужа? Ничего не написано. А как написано? Жена долбоится мужа своего. И отсюда очень много скорбей и недопониманий, особенно у жен. Мужу-то понятно, что жена его должна любить. Он-то ее любит. А написано, как вот любите друг друга, любите друг друга. То есть муж с женой, они же верующие, они не просто муж с женой. Одна женщина и один мужчина. Они же еще и брат с сестрой, получается, во Христе, Господи нашим. Поэтому заповедь любите друг друга относится и к ним в первую очередь. А они настолько тесно вместе связаны, одно становится плотью, что вот это начинает мешать уже видеть истинную любовь. Как говорится, глаза в глаза лицо не увидать. Это вот как раз об этом случае говорится мужа и жены. И очень часто отсюда конфликтные ситуации. И я вам местом писания это докажу, что конфликтные ситуации. А вы все молчите, правильно делаете? Потому что написано, а старицы пусть учат молодых любить мужей, любить детей. Они что, не умеют любить? А это апостол Павел говорит. Они не умеют любить. И поэтому я думаю, а вы сейчас думаете, а правда, может он что попало болтает? Я вам говорю, нету про любовь женщины к мужчине ничего в Новом Завете. Понятно? Вот и вопрос становится. А если бы это толкование было всем известно, женам православным, мужьям, само собой, то тогда бы вопрос сам собой отпал. Потому что написано, любите друг друга. И от того, что вы любите друг друга, не будет никаких недопониманий между вами. Брат сказал, что ничего не написано про любовь жены к мужу. Она написана, однако. Она написана другим словом. Жена-то убоится мужа. Вот в этом и ее любовь стала быть. Она не должна бояться, что он придет с работы и будет ее колотить. А она должна бояться не подорвать авторитеты своего мужа. В этом ее любовь, проявление любви. Должна бояться не угодить ему. То есть она должна заботиться постоянно о своем муже, как о Христе, потому что он глава ей. А мужу глава Христос. Когда она такую цепочку прослеживает, и когда она боится нарушить эту цепочку, чтобы быть постоянно в подчинении, в духовном подчинении, прежде всего, то это будет проявление любви. Что ты хотел сказать, Никита? Ну, говори. Ну, читай. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Место? 1 Коринфянам 11.3 Мы до него еще дойдем. Я еще хотел немножко в это, как бы, комментарий такой, да, что должное благорасположение. А какое должное благорасположение? Одно из таких благорасположений муж должен опекать свою жену, как это было у Адама с Евой. Потому что вот Господь сотворил их, и тут же уже жена задает вопрос, ну, или нет, он говорит, Адам ей с раем знакомит, ну, и на дерево показывает. И она уже змею, а как отвечает? И не прикасайся. То есть уже муж уже знает расположение жены ко всему, и уже говорит, ты не тянись даже туда, и прикасаться, то есть даже нельзя к этому древу. От греха, как говорится, подальше. Должное благорасположение, это не то, что там вокруг его опекать и снабжать невероятными нарядами. А должное расположение, это обличать, а для этого нужно обличать, как обличать, с любовью, а для этого нужно самому быть какой жизнью духовной, только и скажешь, вот. Да, ну и Господь-то говорит, как должен муж любить жену, как свою душу. А душу свою мы все любим. Ну, если еще разумеем под душой и тело, то, конечно, о нем-то печемся очень много. Ну, а если думает христианин о спасении своей души, конечно, он думает о спасении своей души, только в привязке к тому, что он должен заботиться о спасении своих домочадцев, прежде всего, своей жены. Да, Далина Ивановна? Ну, вот меня заинтересовал вот этот вопрос, значит, да убоится мужа своего. Ну, здесь, я думаю, не в том плане, что страх, она должна трепетать перед мужем своим. Так, об этом никто не говорил. Она должна бояться огорчить его, мужа своего, какими-то проступками, каким-то, вот. То есть, вот в этом плане, не страх животный там испытывать, а просто вот в плане огорчить. Так же, как Бога. Мы же боимся, не потому что мы трепещем перед Богом, еще что-то, а мы боимся его огорчить своими грехами, своим непослушанием. Вот. Нет, ну, другое дело, мы должны стремиться к этому. А что закрыли? Открыли. Вот. Там же духота сейчас. А если жить постоянно в страхе, вот именно такой страх, как понимают люди, мирские, жить в страхе, да это жизнь тогда покажется очень тяжкой и горестной. Вот какая бы тяжкая ни была, горестная, а многие, я знаю, знал в этом случае многих женщин, у которых муж был и налево и направо ходил, и колотил ее каждый день, а все равно она вот от него никак не могла, так сказать, избавиться. В принципе, она могла бы уйти, но не уходила. Мирские люди. Да. Вот привязанность такая. Надежда Ивановна. Просто мне кажется, вот почему написано, что жена долбается мужа, а не, допустим, не пусть любит она его, а именно упоится. И в этом ее любовь, потому что где-то же тоже написано, я не помню место, правда, что жена это слабый сосуд. Утлый. Да, она подвержена бесовскому влиянию более, чем мужчина, вот, и поэтому она, она просто требует, ну, для спасения ей требуется строгая, крепкая рука, иначе она может просто шататься туда-сюда и раскачать это так, чтобы улететь в сторону туда-нибудь. Поэтому, может быть, так и написано Господом, что именно она должна в страхе, как бы, пребывать. А муж, как руководитель, он должен этот страх, как бы, так подогревать немножко. Ну, вот я хочу только один комментарий по этому поводу, Надежда Ивановна, сказать, что мы не должны говорить, рассуждать многого, почему так Господь написал, почему так апостол Павел написал, а, в принципе, это написал Господь через апостола Павла, его рука водила, но это Господь сам сказал, что нужно написать так и не иначе. Сказано Господом, значит, нужно принять к исполнению. Аминь. И можно продолжить? И поэтому, может быть, написано, что старицы должны научать жен любить мужей, ну, как там написано, да? Да, любить мужей, любить детей. Потому что вот это понять, вот этот момент понять, что жена, она, любовь ее и есть в страхе, именно перед, ну, перед строгостью мужа. Да, и еще замечено, что женщина, если муж строгий, она его еще больше любит, чем если он вот такой вот там, мягкий, такой мягкотелый. Вот, просто поэтому... Ну, я не имею в виду, что там он начинает там все швырять, там и бросать, и вообще пугать. Вот, и поэтому, мне кажется, вот, жены-то уже опытные, они это знают, и они могут объяснить молодым, что именно муж-то, он и должен быть таким строгим. И ему это очень, как сказать, наоборот, он выглядит лучше, когда он строгий. А многие этого не понимают. Понял? Аминь. Можешь-то понял, да? Конечно. Так я это и оценила, что он мне... Все, подожди. Можно, да? Да, само вот это предложение, да, любите, это же пожелание, это как бы, ну, стремление в вашей жизни. Это предложение-то объяснительное, что оно как бы снять. Да, любите, то есть, учитесь. Да, любите. Здесь еще так можно выразить, понимать так. Да, любите уже сейчас, и в будущем всегда любите. То есть, вот это вот так. Как поделите на это. Вот от сегодняшнего момента до на всю оставшуюся жизнь, что называется. Да, конечно. Дмила Степановна. А знаете, есть такое еще понятие, что «да убоится жена мужа». Это понятие такое, что она убоится его чем-то огорчить, обидеть, его чем-то разгневать. Это, вот это вот стремление к мужу, это означает любовь. Она хотела, чтобы он благоволил к ней, и поэтому она убоится его раздражать, чем-то огорчать и противиться ему. Галина Ивановна, первая. Тут вот еще такой момент, что когда создается семья, то Господь, Он желает, чтобы семья была сохранена, чтобы муж и жена были всегда терпимы друг к другу, сносили какие-то невзгоды. Если там даже все, и муж, и жена, относились друг к другу именно с почитанием, с уважением. Потому что основная задача семьи, мужа и жены, это воспитывать детей. И они несут огромную ответственность за детей, какие у них будут вырастут дети, богобоязненные, не в том плане, что вот, а именно богобоязненные, чтобы воспитанные во Христе Иисусе по заповедям, и чтобы они боялись в смысле огорчить Господа. Вот. И здесь, конечно, основа основ. Не то, что вот как мирские семьи, они любовь предпочитают такую вот плотскую, а здесь именно любовь духовная, чтобы она исходила из души для сохранения семьи и для чадородия. Вот. Чтобы... Потому что основа любого государства это семья. И женщина должна стараться сохранить эту семью. Сергей Павлович. Первое Коринфянам 11.3, повторюсь. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. На эту тему стихи. Прими от Бога дар, повиновенье, и повинуйся мужу своему. Ценнее нет, пожалуй, украшения, и зла, то серебра уж ни к чему. Да будет украшением не внешнее плетение волос и жемчуга, излишней нарядности в одежде, поверь, сестра, все это суета. Ты дух нетленный, кроткий, молчаливый, от Бога с благодарностью прими. И вмиг ты станешь самою красивой для мужа твоего и всей семьи. Послушай, муж, ты также обращайся благоразумно со своей женой. На немощь ее не раздражайся. Любовью к ней ее грехи покрой. Отсюда хотел теперь к наболевшему перейти. Значит, опять получается у нас, что муж с женой, верующие два человека, родили по своей любви в семье детей. И по этой самой любви своей батюшка их покрестил, еще когда они были совсем младенцы. То есть они, эти дети, облелеенные в этой семье верующих, где процветает любовь Христова, возросли. И, конечно же, они много слышали, ходили где-то и так далее. Но они сами для своей души не потрудились, как потрудились их родители, будучи во взрослом возрасте, приняв веру в Христа. Им пришлось потрудиться душой своей. Они принимали какие-то страшные вот эти вот условия. То есть или быть неверующим, или быть верующими. И вот это наложило на них отпечаток, вот эта борьба. Вот эта вера, она в них утвердилась. Вера в них укоренилась. Как сказал апостол Павел, они перешли от веры в веру и дальше переходят. В этот самый момент дети, они обладают разными способностями. В основном, как показала наша практика, уже очень большая, 22 года на общине, уже 23 почти что будет, показала практика, что дети в основном ленивые, вот так показывают ленивые, глухо не мы. Они не трудились над своей душой. Да и правильно, и как, начнешь его сильно, как говорится, загружать, скажут, он еще мал, потом школа пошла. Если я что-то не так скажу, прям останавливайте меня за язык, прям вот эти прибивайте его к стене. Ну и так далее. А родители за своих детей шкуру свою снимут, отдадут, лишь бы их не трогали. Сколько у нас тут было всего? И Игнатий Иванович говорит, даже от нерасположенных принимать, а кто эти нерасположенные? Вот один из них тут сидит, этот нерасположенный. Почему? Ну везде лезу, везде все мне надо. Но я хочу до конца довести. И вот этот вот вопрос о наших братьях, которые подросли, не доросли, как говорится, не хочу учиться, хочу жениться. Это точно к нашим вот этим братьям. Поэтому я хочу сказать, поглядите, всегда зрите в корень. Да, мы говорим о любви мужа к жене, но теперь вопрос стоит так. Душа, душа этих наших оглашенных, она любит ли жениха своего Христа, невеста душами? Как они относятся к нему? Ну тут брат бросился защищать, а нечего защищать. Другой брат совершил, правильно сказал? Можно отпасть в односекундность. И ты даже рядом сидит такой же человек, а он уже неверующий. Это было, что тебя святых показывают. Когда двое, священник с дьяконом, что-то у них там как пробежала черная кошка между ними, были друзьями, и вот начали они между собой ссориться. И дьякон заболел что-то сильно, и вот уже в такой болезни, как бы на смертном модре, призывает этого священника и говорит, брат, я понял, я согрешил при тобой в обиде в этой, прости меня. И тот священник, бывший его друг, не помиловал его, отказался. И тот брат умер, отошел, все, он не примирился с ним. И вот гонения наступили. И вот гонения, все твердые там, монахи там, все твердые, их за Христа, и вот тащат их на казнь, казнить. И вот он идет тоже, его тоже все проклинают, там все плюют, и вдруг он поворачивается и говорит, и как будто написано, как будто бы он впервые всех видит, говорит, а что такое, что это что за стечение народа, что так у меня толкают все, это что, ну как что, тебя сейчас казнить будут за то, что ты веруешь во Христа? Он говорит, за то, что верую во Христа? А я в него не верую. И удивление у всех прошло. И у народа, и у тех, кто его там что-то претерпевал, там какие-то побои, столько лет там верующий был, и вдруг, да я не верую, вы меня за это, все, я отрекаюсь, как все, нету никакого Христа, ничего не надо. Вот как в одночастие Господь отнимает веру. И просто мы дождемся того, Господь отнимет от нас веру, за то, что мы у себя прям, говорится, под носом не видим неверующих людей, ну, которым можно помочь. А ведь им можно помочь, они ходят, они толпой целые там пасутся. А мы проходим мимо них, как будто это совершенно для нас какие-то чужие люди. Вот напротив тети Алла, у ней двое таких же недорослей было. А ведь могли в свое время пойти поговорить. Вон супруг ее, диакон в Баптистской церкви, как он за каждую душу бьется. Не успеешь к нему прийти, он сразу раз, и он знает, что я не очень расположен к разговору, он все равно меня зацепит. Так? Обязательно. Почему? Потому что он по-своему любит мою душу, и хочет, чтобы я пришел в сознание истины. Это правильный подход. Друг не тот, кто медом мажет, как у нас тут в общей непривычке, уже друг друга все знаем, и в семье. И поэтому мы опять возвращаемся к мужу и жене. Сложность в чем любить друг друга, вот в том, что говорит здесь апостол, и почему Господь не дает жене такого понятия, что и ты там люби мужа, как Христос разлюбил церковь. Почему не дает? Потому что враги тебе написано, домашние твои, а мужчина хозяин. Если мужчина не идет ко Христу, а идет женщина, это уже неверующая семья называется, неверующая. Уже ей нужно спасать своего мужа. А когда мужчина хозяин идет, ему намного легче. Потому что он, как говорится, дает первое направление. Сейчас я слушаю брата и думаю, куда мы ушли от стиха, который нам говорил об отношениях мужа и жены. Перекинулись на детей, опять на тему наших безбородых. Безбородых, да. А вот в самом деле, это потом все-таки в конце его осуждения я опять вернулся к этому стиху. Почему? Потому что все зависит от отношения мужа с женой. И если муж с женой в одной упряжке воспитывает детей, если жена подчиняется мужу, то тогда и воспитание будет правильное. Что пример с Аллой Пантелейной, с Аристиной Пантелейной, что мой пример? Раздрай. Я говорю одно, она говорит другое. Почему ее здесь нет со мной? Потому что противление. А потому и... Да еще и мы тоже колеблемся, потому что и он слева, который все время нас набивает другие мысли. А как они будут адаптироваться в этой ситуации, в этой жизни, в этом мире? Я сам уже рассказывал, как я сдергал платок со своей дочерью, когда я приехал кормить ее в пост в школу. Все ушли в столовую, а я ее кормлю. И вот они возвращаются. Я с нее платок-то сдернул. Ну и все, где мой авторитет перед дочерью? Ну и вот так раздрай, когда он раздрай в семье, между мужем и женой нет этого вот, то, что установлено Богом. Жена доубоится мужа, муж глава жене. Да любит он ее, да, я люблю, конечно, но обратной связи не всегда получается. А если нет обратной связи, тогда и воспитание тоже происходит. Что касается, брат, коснулся темы детского крещения. Ну, я являюсь собой пример тоже детского крещения. Крещен еще месяца не было. Распитывался в семье 15 том мое обращение, читайте, я еще раз просто повторяюсь. Но вот это крещение, я уверен, что оно было тем стержнем, который все-таки был во мне. Семья была верующей, вера была такая обрядовая, от Пасхи до Рождества. Постились только две недели Великого Поста, последние, первую и последнюю. Но тем не менее, вот она была, сохранялась, и, прости меня, Господи, где меня только не мотало, по каким ямам, как бы можно, если это можно назвать, возрастанием от веры к вере. Но пришел я, потому что поиск был постоянный, поиск истины. Поэтому отрицать, что говорить, что детское крещение вообще не имеет никакого смысла, вот лично из своего опыта я могу сказать, что не могу с этим согласиться. Ну и вот брат тут нам говорил, подсказал нам место Писания, Римлянам 8 глава 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть цены Божьей». И толкование. Вышел, дал такое обещание, будете живы, если умешляете порочные дела. Теперь предлагает важнейший венец и большую мзду, именно усыновление Бога. Не сказал «все, которые живут Духом, но все, которые водятся Духом, то есть управляются, как возницы, делая Дух Господина над душой и плотью». Хотя ты и принял крещение и стал через крещение Сыном Божиим, «но если не будешь водиться Духом, то тратишь дар». Ибо хотя все мы получили Духа в бане воздержания, но водиться им во всю жизнь требуется от нас, как наше дело. Поэтому не сказал «которые получили Духа, те суть цены Божьей», но говорит «которые Духом Божиим водимы». И будем молиться, чтобы дети наши были водимы Духом Святым, чтобы они были в страхе, пребывали. И вот то, что они все-таки еще здесь с нами, я полагаю, что это еще страх какой-то существует. Не просто авторитет шмой, авторитет у меня уже сейчас в глазах сына моего, я его и не вижу практически. Что-то его удерживает все-таки. Хотелось бы верить, что это все-таки страх есть Бога. Да, и вера в Бога. Молится он даже и когда приходит один, где-то поздно задержался на работе, я знаю, что он молится. Уж как молится, другое дело. Неважно, как встает. Неважно. Как не важно. Это важно. Важно, конечно, важно. Важно, что пред Богом стоит. Я недавно зачитала историю епископа Василия Кинишемпикова. Раньше Кострома называлась Кинишма. Это Таня подарила книжку. Ну вот. И там, значит, он рассказывает о своем обращении. Самый епископ, ну, как бы, описывает свою жизнь, как он жил. Он жил в глубоко верующей семье. У него мать-отец был тоже священник, папа был. И он, значит, рос, был такой вот тепло-хладный. Он, как бы, все обряды соблюдал. Все это как нужно. Делал и молился тоже он. Но внутренней горячей веры не было. У него не было, это, как сказать, встречи с Богом у него не было. И вот он поехал в университет в Петербург учиться уже. В университете уже не почти здесь священческое, а просто, значит, преподавателем где-то работать. Вот. И случилась с ним такая беда. Значит, была необходимость переплыть в Неву. В общем, какая-то беда случилась. И он взял лодку и поплыл. И вот, значит, волнение было сильное, его накрыло волной, и он начал тонуть. И он, значит, болтался в этой холодной воде и молился, Господи, если ты мне даришь жизнь, то я свою жизнь посвящу Господу. Я буду буду служить только тебе. И смотрит, и бревно плывет сразу же. Чудо такое. И он на это бревно выплыл, вот, спасся. Вот. И после этого он поступил в семинарию и стал священником, ну, вот, епископом в результате. Ну, его там труды я читала, изумительно просто здорово пишет он. В советское время он писал труды о спасении души. И, в общем, в советское время он написал все правильно. Никаких там, вот именно как сейчас мы изучаем. Так строго должно быть православие. Понятно. Вот. И речь о том, что если человек крещеный в детстве в несознательном возрасте, живет он благочестиво, но настоящего обращения нет, но у него есть еще шанс, значит, я так думаю, что просто родители горячо за него молились. Глубоко верующие родители были. Да, вот мы опять же начали. Это все называется заплаты на заплату. Дело все в том, что я сказал, первое, что я сказал, я сказал, что в нашей общине этот случай просто таких общин нету. И чтобы в нашей общине, где мы проходили, я только 15 лет у ног Гамалиила просидел, и чтобы вот такие вот тут ходили, да и не допущу я этого, понятно? Я буду тогда на каждом собрании об этом говорить уже, тогда трубить. Хватит защищать эти заплаты, на них накладывать. Когда это там все будет? Один встал, еще тут одна душа начинает. Ну, вы понимаете, что творится? Это наша община. Вы сами на этих занятиях были. ну, это, вам пламени не хватает, ревности по Богу? Вам что, финиеса надо, чтобы он проткнул их, что ли? Игорь, таким пламенем можно пожечь все начисто. И пускай, оно сгорело, 23 тысячи юношей, тучных пожег их, написано. Эй, эй, брат, это наша община, а не твоя. Понятно? Поэтому пари где-нибудь, вон там, степень много. В одну секунду она может оказаться просто моей. Совершенно верно. Понятно? В одну секунду. А вот этого бойся. А тебя не будет. А вот этого бойся. Понял? До неба вознесшийся, до низвергности. Обличайте в духе кротости. Обличайте в духе кротости. Вон, смотри, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Мало? А Моисей кратчайший был? Сейчас не о Моисее. Нет, Моисей, а мы где еще узнаем о кротости? Моисей кратчайший. Ну, кратчайший его называли кратчайший. У него прям стоит не прозвище, а имя, кратчайший Моисей. И сколько было убито при нем людей? Убито. А я говорю про жизнь вечную этих душ, которые перед вами ходят. Дети наши. Перепалку оставим, поднимаем руку и разговариваем. Нина Александровна. Я думаю, что вот эта вот забота о наших детях, она ведь не только у нас. Я ее слышала уже раньше, несколько лет назад. Впервые я этот вопрос услышала от Олега Стеняева, когда он... не ложите никогда в Библию. Когда он... Простите. Господи, помилуй. Ну, Бога, Да, я уже попросила. Господи, помилуй. Впервые я услышала это несколько лет назад, когда прослушивала уроки Олега Стеняева по откровению. И в одном из... в одной из беседок он говорит, у нас дети уходят. Пока он маленький, пока его мама или там папа ведут за ручку, он в храм идет. Но как только он подрастает, ему 11 лет, 10-11 еще тут как-то, но уже 12 лет. И очень редко которые доходят до 14 лет. Потом их не найдешь уже, их уже в церкви нет. И вот второе... Ну, там он тоже дальше продолжает, эту мысль не буду повторять, она у нас тут прозвучала. И вот недавно я слушаю еще беседу Осипова. И он говорит, там ему даже задают вопросы, не слышала у... Дмитрия Смирнова. Это важно. Это люди, которые сегодня на слуху и авторитет которых важен. И они говорят, отвечают именно вот на эти вопросы. И вот Олег говорит, Смирнов, Осипов говорит, да, это так. И практика 70 лет вот эта, она показывает, что это так. И мы должны уже из нее сделать вывод, что мы крестим детей, это значит... А ведь написано, что по вере крещение должно быть. А когда мы младенца одного месячного мы крещение даем, о какой вере можно с него спросить? вот здесь эту заботу берет на себя родитель, что он его принес. И дальше он должен его довести. Родитель должен отвечать за это. Не ребенок уже отвечает, что он потом дальше так пошел, а родитель, который... И дальше. А потом-то ведь мы чем поддерживаем? Вот когда мы вышли из вот крещение и Дух Святой сошел. Он же... Потому как мы вышли из воды и Дух Святой сошел. А потом как поддерживаем? В таинствах внутри церкви. И дети... Детей мы ведем маленьких, они еще не знают, что это такое таинство-то. Они его не понимают. Мы его только толкнули... Это не я говорю, это Осипов говорит. Мы его толкнули, а многие даже не приходят на литургию, а там где-то в конце подошли, его столкнули туда. Он принял. Он не знает, что он принял. Чего там он принял? Готовили его, не готовили? И он говорит, практика, это он говорит, это моя мысль. Он подчеркивает, что это... Это говорит, моя мысль. Что детей надо готовить к этому вместе с родителями. Вот ребенка вы хотите исповедовать, причастить? Вы вместе с ним должны пройти этот пост. Там, одневные лета. Вместе с ним должны готовиться, подготовить не только ребенка, в первую очередь себя родители должны подготовить, чтобы потом этот дух, который вы закрепили в себе, он через вас ложился бы на детей. Вот так. Все. Вы называете имена Осипов, потом Смирнов. Во-первых, Осипов, сам бритый, он... Как он может говорить о благочестии? Это первое, да? В галстуке. В галстуке. Как вообще он о благочестии? Во-вторых, для кого он это говорит? Говорит для московской патриархии, для вообще таких, сложно сказать, верующих они или нет. Нам-то зачем это все выслушивать, что они говорят? Допустим, мне абсолютно неинтересно, что Смирнов там говорит. Единственное, можно сказать, да, вот Смирнов, даже ваш Смирнов говорит такое. Это для них. Я когда беседую с московской патриархией, что бывает вот в моей сейчас практике редко, даже ваш Смирнов или там ваш патриарх говорит такие вещи, а вы вот даже не слушайте. У нас вообще ситуация очень простая. Вот у нас появился, вот у меня родился ребенок. До этого я рассуждал там крещение, не крещение детей. Он родился, и я как родитель хочу ему спасения. Соответственно, я обязательно его крещу. Вот ум мне говорит, надо бы подождать, а практика православия говорит, что, а я все равно ее крещу, и мое сердце говорит, я все равно крещу. Дальше. И так было с каждым, кто рождался, с Терентием там, с Никитой. Разве родитель верующий, глубоко верующий в ад и в рай, у него родился ребенок, разве он его не крестит, и тем более эта церковь благословляет. Конечно, крестит. Крестили. Он верующий. Мир всем. Мир всем. Вы говорите, надо родителей учить. Зачем учить? Он уже в общине, он уже верующий. Я не закончил. Родители приготовленные, они крещеные, они обращенные, вышли из мира, уверовали, крестились сами, и теперь крестят детей. Естественно, священник видит, что человек изменился, благочестивый, и его ребенка он крестит. Это делал отец Иаким. Теперь эти дети выросли, и теперь их задача принять Христа или не принять. Как узнать, принял он Христа или нет? Внутренний, вообще это процесс очень тонкий. Это сложно определить. Вот даже по внешне, вроде бы он тихоня, а он принял Христа. Другой такой активный, он вроде бы принял, а он и не принял Христа. Но есть простой принцип. Борода. Вот очень простой принцип. Для девушки это косметика. Вот приходит парень, он с бородой из пояса, я теперь принял ты Христа или не принял. И мне сложно сказать, Ваня принял Христа или не принял. Но я вижу, что он с бородой, а Никита и там Терентий, и там ребятки наши, без бороды. Ну, кому я вот расположу свое сердце, приняму. Вот. Вот и все. Теперь он уверовал или не уверовал. Можно проверить просто по делам. И если человек сейчас продолжает в таком состоянии пребывать, конечно, к нему можно предъявить санкции. Если это не делает отец Иаким, священник, это его перерогатива. Он сделал свое дело. Мы знаем, что они выходят. Да, они выходят. Но теперь Игорь идет дальше. Теперь с ними надо вести какую-то работу. Ну, а это право община имеет такое, как бы, к ДВРам, как называется, дети верующих родителей, предъявить такие, как бы, условия. У сектантов и вообще просто все. У них вообще есть понятие конфирмации. Они детей сто процентов не крестят. А теперь детей проверяют, верующие, неверующие. Там начинают уже разбирать где-то лет 12, я не помню, какой срок у них. Они проверяют, когда ребенок крестить, не крестить. И там уже точно вот этого мы крестим. Он показал себя, этого мы крестить не будем. А у меня папа там пресс-фитер или там бьет себя в грудь, я там за Христа страдал. Ты страдал, а ребенок твой неверующий. До свидания. А у нас-то не так. Поэтому вообще пики-то зачем ломать об этом? Все понятно. Если ведет себя как безбожник, значит и пусть к нему отношение будет такое. А если ведет себя как верующий, такое отношение будет как верующий. Зачем нам путать это? Потому ли, что это наши дети? У меня там своя творит. И что теперь мне оправдывать ее, что ли? Марина Ивановна. А я вот хочу, Игорь, тебе задать вопрос. Вот ты сейчас очень много говорила. Позвольте, горе. Я хочу задать тебе вопрос. Вот помните, написано, когда апостолы ходили, проповедовали, значит, и ученики их начали говорить. Я Аполосов, я там Пифин, там еще что-то. Ну, в смысле, помните? И вот сейчас, Игорь, ты говоришь аналогичную ситуацию. У нас есть символ веры. Веру во единую, святую, соборную, апостольскую церковь. Вот. То, что Нина Александровна сказала, Олег Стеняев с бородой, Дмитрий Смирнов с бородой. Если, значит, Алексей Ильич Осипов без бороды, он не священник. Он не священник. Это другое. Мы, нам Игнатий Тихонович всегда говорил, что спасает нас. Я тоже не священник. Так, что ты говоришь? Что нас спасает? Борода, пояс или длинные юбки? Вера. Мы спасаемся верою. Вот. Это уже все остальное второстепенное. Если мы, значит, у нас община построена на благочестивых, значит, основах, то есть у нас мы приняли уставом. Православных. Да, православных. Мы соблюдаем это. Но спасает нас вера. Вера и дела по заповедям Божьим. Вот. Вера и дела. И поэтому вот так вот говорить там и тут мы должны быть едины. Господь Иисус Христос создал единую церковь. Тело единое. Он, Христос, глава единой церкви. Мы члены. Вот. А мы только лишь члены. Этих церквей, храмов множество. Вот. И поэтому говорить там и тут это получается там. Вот они безблагодатные или как вот, я не знаю, Игорь, ты называешь. А мы вот такие все хорошие, что ли? Да может быть еще грешнее всех остальных. Вот. А очень много у нас сейчас и новомучеников, и святых, и отцов, которые, даже взять вот этого, Даниила. Даниила Сысоева. Он был также в московской патриархии священник. А мы верим, что мы можем его вот отделить вот эту церковь. Вот они церковь, они не церковь, а мы церковь. Я так удивилась, когда Нина стала так говорить, я прямо в шоке. Я в шоке. Мне лично, меня это очень удивило. Я впервые услышала, как сказал он, что нужно делать с детьми, чтобы привести их к крещению. Как их нужно крестить? Я была в шоке. У меня такое состояние, как будто это человек, который вообще никогда не ходил на занятия. Аминь. Как будто у нас не было газеты о крещении. Как будто Игнатий Тихонович нам не все это не рассказывал на занятиях. И как она очень усиленно, постоянно все писала. Открыть конспекты и посмотреть. И у меня так удивило. И впервые ей открылось, когда она слушала Осипова, Смирнова, Истиняева. Потвердилась, но мне так... Я так поняла, как я поняла. Может, она так не говорила, как потвердила. Я впервые услышала это от Стиняева. Несколько раз повторила. Мне это очень поразило, что это подтвердило то, что я ранее слышала. И мне это пришло на сердце. Мне это нравится, что они говорят. Мне это нравится, что они стали говорить через 20 лет, как я это услышала. Они это подтверждают. Но это прошло уже 20 лет. Мне нравятся все их выступления. Я слушаю Стеняева, слушаю Смирнова и слушаю Осипова. Очень его люблю. Я такая радостная, что они так же говорят, как когда-то нам, Игнатий, 20 лет назад это уже говорил. 20 лет назад. Они только стали сейчас говорить. Я рада за них. Очень. И не бояться. И думаю, до каких я дожила вершин, что они стали так говорить. Аллилуйя им. Я за них. Мне нравится. Я вам всем звоню. Слушайте Смирнова, слушайте Стеняева. Слушайте, я Нине звоню. Слушай, Ниночка Осипов говорит. Я ей два раза позвонила. Постоянно я ей звоню. Я их люблю, понимаете. Но это прошло 20 лет после того, как было сказано Игнатием. И мне непонятно совершенно это. Я не закончила. Что касается вот этого вопроса крещения. Что еще у вас? Какая-то другая мысль есть? Нет, я еще не закончила дальше так. И еще не понятно, почему они так ополчились. На Игоря Галя ополчилась. Я не ополчилась, я просто говорю. Очень ополчилась. Я же себя не перерывала, когда вы говорили. Ну, кстати, по поводу крещения. Нет, мне непонятно это. Потому что Игорь сказал. Игорь сказал то, что он чему был научен. И он так и поступал с детьми. И он не отрицает ни Стеняева, ни Осипова, ни Смирнова. Никого не отрицает. А ты говоришь, вот они, вот они. Мы читаем. Он Слово Божие знает. Он изучает святых отцов. Он это все знает. Ты чего ему говоришь-то? То, о чем он знает. Он это, он историю церкви знает. Нам до него еще, как знаешь, до Китая пешком. Поэтому ситуация здесь такая, что Игорь, он ничем не мог тебя так обидеть-то. А он меня не обидел. А ты почему на него так это? Что он не прав? Так, вот это, имейте воздержание. От моей марки никому пользы нет. Надежда Ивановна. Еще одна. Я хочу только, вот, маленько уточнить мою мысль. Потому что я так не говорила, как Людмила Степановна. Вспомните, я сказала. Я впервые услышала о том, что дети уходят из церкви от 10-12 лет. Я этого, этой информации, я просто ее не знала, что дети уходят из церкви. Я вот что сказала. Первый раз я услышала. Я считала, что дети, приведенные в церковь, они так и ходят в церковь. Но я услышала, Олег Стеняев говорит, у нас в церкви остается церковь-то бабушкина. И дети, мало-мало кто в 14 лет, очень мало. И потом, говорит, они придут в 40 лет только некоторые. А некоторые только уже на катафалке. Вот какую мысль я говорила. Впервые я узнала, что дети уходят, а не то, что ты говорила сейчас. Все. Дальше давай. Так, все, давайте. А то, что ты застряли на регламентах. Так, мы ушли далеко от стиха, который нам говорила об отношении к мужу и жены. Хотя, конечно, в семье все это связано. Воспитание детей без мужа и жены для того и соединяется в одну плоть, чтобы мы имели продолжение рода человеческого. Четвертый стих. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Теперь доказывает, полкование, теперь доказывает, что любовь друг к другу действительно есть долг необходимый. Долг, да еще необходимый. Ибо не властна, говорит супруге над своими телами, но жена есть раба и вместе госпожа своего мужа. Раба, поскольку не имеет власти над своим телом, что продавать он и кому захочет, но владеет и муж. А госпожа, потому что тело мужа есть ее тело. И он не властен давать ее он и облудницам. Подобным образом и муж есть раб и вместе господин своей жены. Ну вот, кто о рабстве? Опять брали? Ну здесь о рабстве скажут. Да нет, я просто это прям немножко пояснить. Ну обычно говорят как, а вот эта вот жена, там с ней вот муж разводится, и там вот Христос это говорит, когда апостолы обращаются к нему. А вот мужу, мол, можно гулять. Здесь вот толкование конкретно нам показывает, прям проясняет эту ситуацию. Ни с той стороны нельзя прелюбодействовать и будут падать, ни с этой стороны. Ничего такого невозможно. То есть одно другого стоит. Плоть одна стала, муж и жена. Прещение говорится к одному, к одной к жене, значит прещение падает такое же и на мужа. И наоборот. Надеюсь, это неправильно, что муж раб и господин своей жены. Почему он жены-то раб? Раб и господин своей жены, так это неправильно. Он раб и господин Господа нашего Иисуса Христа. Жена, конечно, она и рабыня, и госпожа может быть. А муж-то не может быть. Толкование это похоже. Так, еще раз читаю толкование. Стих и толкование. Надо не распространять, так сказать, на всю ситуацию. Здесь говорится о конкретной ситуации отношений мужа и жены. Тело. А теле мужа и теле жены. Все, не надо. Следующее. Она поняла. Поняла? Да, поняла. Спасибо, господин. Я восполню ее в памяти. Пятый стих. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Толкование. Все-таки толкование. А здесь толкование достаточно пространное. Здесь короткое было, а здесь пространное. То есть против воли мужа не должна воздерживаться жена. Равный муж не должен воздерживаться против желания жены. Ибо воздерживаться одному против воли другого, значит лишать себя, подобно как и о деньгах говорится. Но воздерживаться по воле совсем другое дело, когда, например, оба и муж и жена по согласию определяют известное время для взаимного воздержания. И изъясняют, что значит его выражение на время. То есть, когда придет время пребывать в молитве, то есть молиться особенно усердно. Ибо не сказал просто для молитвы, но для упражнения в молитве. В самом деле, если бы апостол находил в супружеском сожительстве препятствие к обыденной каждодневной молитве, то как в другом месте сказал бы? Непрестанно молитесь. 1 Фессионал Никитин, 5 глава, 17 стих. Итак, чтобы ваша молитва была пламеннее, удержитесь, говорит друг от друга, потому что совокупление, хотя не оскверняет, но мешает благочестивому занятию. Я говорю, чтобы вы опять соединялись. Но не полагаю сего законом, а предписываю для сего, чтобы не скушал вас сатана, то есть побуждая к блудодеянию. Поскольку же не дьявол сам по себе бывает виновником блудодеяния, но преимущественно наше невоздержание, то апостол прибавил невоздержанием вашим, ибо в нем заключается причина и того, что дьявол искушает нас. То есть дьявол когда искушает? Когда мы не имеем меры, когда мы не воздерживаемся. В чем бы то ни было. Ну, есть какие-то... Что тут можно добавить к словам феофилакта болгарского? Дальше, шестой стих. Воды попить, попить. Да, брат. А вот он говорит невоздержанием вашим. Почему невоздержанием, когда они воздержатся друг от друга? Смысл-то меняется резко. Искушает сатана воздержанием, что они воздерживаются. А тут, говорит, невоздержанием. Почему? Совершенно не о невоздержании шло. Речь идет о воздержании друг от друга. А сатана искушает невоздержанием. Вы еще не замечаете, что тут анонс? Плакатом говорит. Не о том речь идет. Совершенно он напротив толкует. Почему? Да тут никакого противоречия нет. Как раз сатана невоздержанием искушает. Он призывает к воздержанию, апостол Павел, а сатаната невоздержанием, противник Божий, поэтому всегда и противные действуют, сатанат искушает невоздержанием, он невоздержанием искушает. Пример какой-нибудь приведи из другой области, чтобы понятно было. Объедение. Ну давай, про объедение как? Давайте воздерживаться, сегодня до вечера не будем есть. А он будет искушать в это время? Значит мы воздерживаемся, воздержанием нашим этим, сатана не может воспользоваться, он пользуется невоздержанием. Во время поста мы начинаем смотреть, пахнет так хорошо, как шариком говорит, тут пахнет хорошо на кухне. И вот здесь как раз вот это невоздержание, когда объявили воздержание, молиться-то, а глаза зыркают где-то, он обычно ложился, спал, жена была под боком, он жил как положено ему, казалось. И вдруг это невоздержание, он начинает на сторону смотреть, вот это невоздержание внутри при воздержании осталось. Воздерживается-то, воздерживается, а внутри-то там полыхает огонь. И вот этого чтобы не было, объявили воздержание, значит погасить все, и поэтому постом прихлопнуть. Вот вы дальше рассуждали, вот одна, другая, почему никто не говорит их, что они говорят об одном. Она говорила не том, а это начинает на нее как бы нападать, да я не думал, она ходила на занятия, да то другое, ты ее совершенно не поняла. Она потом поправку уже дала, и ты отвечаешь правильно. Как-то у вас тут, говорите правильно, но чуть маленько не так, уже у вас начинают, не совпадают, храбостит, как говорится. Говорили дальше о детях, я так краем уха зашел, понял, что там об этих детях говорят, которые, почему их сегодня ни одного нету. Они все слышали, ни одного нету, которое оглашено, их нету, ни одного. Почему? Не только детей нету. Далеко зашло уже. Вот, и поэтому, что вот начинаете там все-все говорить, Богу это не надо. Вот они, люди идут, ну уже пришли, уже крестить, уже штаны сняли, уже в воду лезут. Он говорит, по рождению Ехидины змеи приползли сюда, кто глушил, он бежал. Чего они не начнут? А я скажу, они уйдут. Такой вопрос не стоял. Он видит их характеристики, когда идут дорогой, шипят друг на друга, судят, жалят. И он видел, это змеи пришли. А из них змееныши рождаются. Кого крестить-то? Прекратить, сколько раз говорил, прекратить всякое крещение, пока люди не обратятся. Храм Христа Спасителя закрыть. И начинать на улице проповедовать. Аминь. К этому Иосифа все подходят. Они не говорят, не надо крестить. Они говорят, надо, но тогда, когда оба верующие, когда ходят, когда причащают, вот тогда надо. И восприемники такие будут заботиться, спрашивать, какие это восприемники-то сегодня-то? А зачем ты? Бабка не хочет возиться, еще раз не христи буду водиться. Он из-за бабки пришел. А ребенок что он понимает? Они понимают. Дальше товарищи смеются. Ты покрестил своего там? Нет. А что он у тебя не христи растет? А который этому говорит, он такой же токарь, вместе выпивают. Он от любого отбрешется. А тут не может отбрехать. Да давай я тебя... И вот начинает разжигать. Да давай, приду тебя покрещу. Нет, это только попы делают. А что они там попы делают? Они их обольстили. Сегодня главные обольстители попы из той же самой партии. Говорят, обольстители толпы. Из той же самой партии попы. И Втушенко пишет. Это главное. Вот она, как крещенная сейчас, она меня одна вышла. А я не знаю, зачем, батюшка знает. У них застыло разум все. Это попы встали впереди. И они взяли миссию на себя Святой Троицы. Учения, каноны. Все в одном попе. А он ничего не знает. Его вырос из этого состояния. Его не можно выдрать. Я бы еще не сказал. Сектант, еретик, раскольник. Он не принимает абсолютно ничего. Я ему показываю канон. Говорит апостольское 50-е правило. Вот только что матом не разражается. А почему? Эти начинают слушать. Батюшка, да как же каноны есть? Ты Лапкина наслушалась? Она говорит, батюшка, 50-й апостольский канон. Он не слышит. Там, говорит, я сочиня в три погружения. Он извержен. Он не поп. Это бродяжка. Он не отвечает на вопрос. Ты что, с Лапкиной встречалась? Вот у нас была Раиса Николаевна Блиникова. Она пошла в Никольский собор. Простояла. Говорит, еще нету. И она тогда дождалась батюшку. И вот спрашивает батюшка. Почему сегодня проповеди-то не было? Ты что, от Лапкина? Это другое место. Другой город. У них у всех одинаково. Город Краснодар где? И там один стал говорить. Священник сразу говорит. Ты случайно с Лапкиным не связался? Другой из Владивостока говорит то же самое слово. Мы даже не знаем, насколько популярна истина. Я остановился на том, что не надо ни на кого сердиться. Вот он не обращается. Он не обращается. Он не обращается. Это его родной сын. Это твоя дочь. Почему? Он не избран. Избрания не было. Было крещение, было причащение, было хождение в церковь. Избрания не было. Много званых. Но мало избранных. Много и мало. Вы понимаете, что такое? Это 99,1. Об одном кающемся грешнике радость. Значит, это такая радость редкая. Такой есть церковный, как бы не анекдот, а разговор такой. Один в рай попадает. Ну, его там открыли только дверь. Так, ты маленько подожди здесь. Он с того, что в чем дело? Да тут такое событие невероятное, говорит. Смотри, второй заходит. Второго, третьего, пятого, сто, двести. И отчасти пока никакой не оказывает. Тут все и ангелы, все святами стоят. Он говорит, а что это у вас тут такое-то? Встречают как губернатора какого. А ты даже не знаешь, говорит. Епископ спасенный один-то. Да ваши братья на один час набилось. Смотри, сколько здесь уже. Уже двести пятьдесят. А есть пископ один за двести пятьдесят лет спасенный. Поэтому тут ангелы не могут выразить радости до конца какая-то. Ну, а вы теперь все вместе зайдете и поприветствуемся. Ну, вы поймите, у нас радость-то какая. В семинарию кончил и верующий остался. Мне говорили. Даже был такой случай однажды в советское время. А кончивший семинарий оказался верующим. Но его зарубили, священникам уже не дали. Избрания нет. Ты теперь скажешь, дома он как сейчас остановится на молитву с твой сын? Каждый день. Сам, чтобы стало добровольно. Да не утром, не утром. Днем, днем. Пришел с работы, встал на молитву. Я не говорю утром, вечером. Это по привычке делают многие. Но сам по себе днем. Вопрос. Это очень серьезный вопрос. И он будет чувствовать большой недостаток в себе и потери времени. И он встанет на молитве даже там, где находится. Выходя к доске там, в университете, он перекрестился хоть раз за все время. Эти вопросы надо ответить. А его касается-то, понимаешь, это нельзя скрыть. Это никак. Это невозможно. Хотел бы я удерживать огонь, но он прорывал меня, Иеремия говорит. Искал я в проломе, кто бы стал, но никого не нашлось. Эти слова нас не касаются разве? Избрание совершается Богом. А мы-то не знаем. От нас это закрыто. Не избранный. Я и время тратить не буду. Но я-то не знаю, поэтому я тружусь, я умоляю, я увещеваю, я обличаю его. Но судя по тому, что им это не надо, он не испугался, не затормозил, уже колеблется вот так вот у меня. Ничего там нету. Такие слова сказали сегодня. Такую пропасть. Брат прямо лепил ему. Никаких подняли, все когорты, все ушли. Не надо. Я его спрашиваю, когда ты последний раз молился сам, со слезами перед Богом-то, он даже не понимает, о чем я его спрашиваю. Нам, конечно, неудобно это слышать, это мой сын или моя дочь, моя внучка. А ты проверь. Одни у старобрядцев, другие у католиков ходят, а много ли верующих? Это звано, это все звано. Их звали, они приходили, их приглашали. А избрание не в этом заключается. Оно определяется молитвой и стопроцентной отдачей. Больше ничем. Ее нельзя больше искусственно создать. Вот его взяли в армию. Даже в армию. Это очень серьезный экзамен где-то. И он дорогой свидетельствует о Господе. Его избивают. Переломили щелезь ему. Я потом с ним разговариваю. А он сектант. А Левтина у меня где, далекая? Вышла? Она знает, о ком я говорю. Это избрание. Смотрите фильм «Еремия». Когда он упал, он его бьет рукояткой кинжала по спине. Он кое-как с мощности поднял голову и опять так говорит Господь. Он не может быть другим. Этого только щукнули чуть-чуть и уже его нет. А что он меня заставляет? Да будут три воросинки. Он никогда об этом не рассуждает верующий. Это мой Господь дал три воросинки. Да у вас еще все в бороде в одной. Ну, при чем тут все или не все? Это правило. Бог создал так-то. Не надо такую уж суперрелигиозную пока. Да еще неужели длина юбки? Правило. Верующие не рассуждают. Как раз это один из моментов, которые показывают. Там нет этого. Нет желания быть вместе. У них нет этого. Оденется во что угодно, как угодно. Поднимет на любую высоту. Выше, говорит, задницы. Это еще так положено. А что, на это Бог смотрит? То есть конца предела никакого нет. Смотрит. И очень сильно. Открывай Исаию. Считай 2-4 главы. Златоуз говорит за то, что дочери обращают взглядом цепочки. Там перечисляют луночки. Подняв взор свой, смотрят. Все Бог ставит в исчез. Это нам кажется, ничего нет. Я подниму тебя подол выше головы. Раз тебе так надо поднимать. Зачем Бог угрожает поднять им подола выше головы? И никаких трусов-то не носили. И будет видна срамота всему миру. А речь-то идет о церкви. Всей церкви. Почему сам сказал, я был ревностнее всех ровесников моих? Почему в нем эта ревность там горела? Иоанн Златоуз говорит, если человек был неверующий, и никакой ревности не показывал, он обратится ни рыба, ни мясо. Такое и будет. Даже будучи там, он все время ищет. Может, монашество куда-то сунуть, если не получится. У него огонь горит. Как угодить моему Господу? Вот его нету. Они мертвые сидят. Мертвые совершенно. Им нужны никакой нет. Выйти, выйти. Да один раз только батюшка сказал, выйти. Я перед братьями и сестрами, вместе с неверующими, меня изгоняют, как паршивые собаки уже. А ему разницы нет. Второй год, третий год. Он выходит, совершенно для него нормально, бессовестный. Он не понимает. Он лишен причастия. Лишен общения с друзьями, братьями. Ему это не надо. Но он еще пока держится, потому что, кажется, в доме отца и других новых еще не нажил. Но первая же возможность, он нажрется и наколется. Алла, ты где у меня? У меня ушел, наверное. Ну ладно. У меня в семье это все. И сколько не молились, и еще опять, опять снова туда же, опять пошел. Не чужой ее. Почему? Нет избрания. Избрания нет. А что, я могу только усилить молитву, говорить, Господи, соверши избрание. Кого предопределил, да предузнал, заметьте, предузнал заранее. Идите, а я вас предваряю в Галилее. Мы еще не родились. Он избрал нас прежде рождения, прежде зачатия. А в чем оно? Исап и Яков. Двое в череве матери. Якова я возлюбил, а Исапа возненавидел. Еще не родился. Еще в утробе матери. Но разве это справедливо? Павел на все вопросы отвечает. Здесь прекрати разговаривать. Кто ты что споришь с Богом? Разве горшочник не властен из Глина сделать что-то хочет? Он его избрал на это. А может ли он теперь Исап переломить? Не может. А почему? Потому что не хочет. А мог бы переменеть. Да, Бог говорит, наведу какое-то проклятие. Я человек покаялся. Не наведу. Уберу. То есть это не безусловное проклятие. А он такой же был. Взял невестку, какие отцу, матери, жить с ними невозможно. И он везде все это делал как надо. Хороший охотник. Умел отца кормить. Отец больше к нему расположен был. Поплатился за это. Дорогое удовольствие оказалось. По сегодняшний день не соврянь. И соврянь это все там, которые арабы. Значит вопрос и здесь в том. Она сидит у нее, Алла сейчас сидела, я прочитал. Жена добоится мужа. Ее нету здесь рядом. Ты прочитала это, прочитала. Но ты знаешь, что ты жена. Ты как себя чувствуешь, что ты жена, находясь сейчас здесь. Ты прочитала. Первый раз ты услышала, что жена добоится мужа. Прочитала, записала, в карман положила и пошла. Я жена. Не пей, не ешь, пока ты не поймешь, что это означает бояться. А если ты же, Алла, не боялась, сегодня поди перед мужем. Я сколько раз нарушала эту заповедь. Это власть от Бога. Первая в раю данная. И он будет господствовать над тобой. Власть не президента, а жены. Это мужа над женою. Вот что. Я неоднократно участвовал. Одни были верующие, оба верующие. Я говорю, что все по-своему делает жена. Не знаю, что я все сделал. Я побелила маленько полосы. Жена тут же пришла. А зачем ты делаешь? Я говорю, а зачем ты это делаешь? А что тут полосы будут? Ты на душе рубцы большие сделала мужем. И даже этого не увидела. Ну, сделал не так какие-то полосы. Это мужа или нет тебе? Он муж. Он сказал, он сделал. Он все сделал тебе. Ведро из звездки достал. И говорит, да, я сам побелил. Плохо он сделал-то. Ну, не так получилось. Он первый раз делает это дело. Так это не одно. Вы за собой просто не следите и не знаете. Другое дело. Он тебе запретил посещать храм. А ты пошла. Это выше мужа ты возлюбила других. Но в остальном-то вы где перещите-то? Ведь говорить даже не о чем. А другая думает, а я не перещу. Так а сколько раз ты замужем-то была? Пересчитай. Из-за чего эти скандалы-то были-то? Кого предузнал, там этого не будет. Он предопределил ему там быть. А как определять молитву? Все время ищет связи с Богом. Мне не надо нигде искать. Вот я беру всегда все время, к себе беру. Мой брат старше на 5 лет. Он талантлив. Если у брата взять 100% талантливости, у меня 0. Он любой мог сделать, это год, это там 40, какой там уж. Я даже не знаю, какой. Ну, 46-й год это совсем. И он где-то что-то заставит, сляпит радио, говорит, даже в бане. Я ничего этого не умею. Это рушилку сделает. Ну, что угодно. А он не избран. У него страха не было. Если можно стащить дома, там ассистырщик его стащит. Солгать на каждом шагу. Он греха вообще не понимал. И что интересно, он меня обманывает. Деньги у меня забирать, я сусликов сдаю, крысы сдаю, хомяков сдаю. У меня деньги есть. Я всегда при деньгах был. В один день 70 сусликов. Представь себе, у меня деньги были. А я пойду в армию, заработаю, тебе отдам. У меня глупо, да в армии же не работают. Я ему все отдаю. Он не так, что повалил, деньги забрал. Нет, я по-хорошему. А я его люблю. Он мне шалкушку даст, там заплачивает. А любовь не уменьшается. Я по-прежнему разину в рот смотрю на него. Какой у меня брат. Я везе. У меня брат все умеет делать. Не, а избрания у него нет. Он никогда не молился тайно. Никогда. Он не знал этого. А я и в армии молился, и в тюрьме, и в горах, и с медведями. Где бы ни был, первое найти место, где молиться. Определяется только этим. Ты его спроси днем, ты где удалялся, там университете где? Боишься, нет Христа своего. Вы не потворствуйте своим неправильным рассуждениям. Отруби это дело и начни проверку. Сядь с ним, обними его и поговори. Если не было избрания, вы моли от Бога. Или ты потерял его. Если было, я не припомню, где это у тебя было. Вопрос понятный? Это очень серьезно. И серьезно во веки вечные. Марина Павловна. Еще скажу такое. Все объясняли правильно, а только друг друга не поняли. И Осипов говорит хорошо, и этот. И они правильно говорят. Правильно. Марина Павловна. Мне хочется сегодня Игоря защитить Дыбунова. Все многие обиделись на него. Что он кричал, громко говорил. Я просто понимаю, как у него душа болит за этих молодых людей. У меня внуки такие же. Вот столько снобизма у них. Вот столько гонора. Отцу скажешь, мы сами разберемся. Не разберутся. Не разберутся. Просто у него... А у меня как душа болит за своих внуков. И вот думаю, он просто болеет душой за них. Мы все так и поняли. Надежда, вам нужно... Да, обсуждайте. Сейчас Игорь Тихонович. Подойди к своему сыну. Обними его. И скажи ему. Сынок, тебе надо выпрашивать это. Выпрашивать это, как это сказал, избранность. Выпрашивать. Ласково обними его. Но если мы будем кричать, если мы будем грозно обличать вот этих пацанов, у них вот этот негатив на всю жизнь останется. Они вообще скажут, да идите вы все с вашим Богом. Рано или поздно. И уйдут навсегда. Именно вот как написано. В духе кротости. Ласково. Обнимитесь, скажите, сынок. Давай разберемся, что у нас происходит. И ни в коем случае не надо грозно обличать. Это совершенно лишнее. Идет обратная реакция. Спасибо, Христос. Вы примем это к сведению. Ну написано же в Слове Божьем. Когда нужно обличать кого с кротостью, ты видишь, что это будет польза. А кого нужно-то и обличать страхом спасать, а не просто так. Не написано. Это скротостью всегда. Он уже вместе писания приведи, мы поговорим конкретно. А иных страхом спасать. А иных страхом спасать. Иных контексты надо смотреть. Там так и написано. Иных страхом спасать. То есть чем-то испугать. Чтобы он понял. Чтобы он понял. Потому что Игнатих Иванович их мирно обличал. Этот вот так. Ну что на кого как подействует. Поэтому я не вижу тут большого нападения. Я вот рядом сидела вместе с Загуляевым Алексеем. Я считаю, что он настолько был как-то недоволен. Так кричал. Мне даже стало плохо. Понимаете? От его слов. А что говорил? Вот то, что говорил именно Игорь. Я приняла вот всей душой. Я по отношению к своим детям приняла. Думаю, вот это моим. А может некоторым. Вот как твоему Лёве. Вот именно нужно обнять. Он поймет. Вот я его вижу кротость. Вот с ним можно так. А вот как там знает отец. Как с ним нужно говорить. А вот сегодня попробуем со своими детьми вот так поговорить. Никак. С моими уже поздно. Игорь Владимирович, группу поднимаем. И тогда выступаем. Даже говорить не о детях. Я об искажении Слова Божьей. Вот к Надежде Пальгуевой вопрос. Вот вы когда учите или говорите что-то, не надо свою волю излагать за волю Божьей. Вот в чем дело. То есть вот сказали в конкретном случае там обнять ребенка, поговорить с ним. Ну это конкретная ситуация. В данном случае это так может пройти. Но вы-то вообще говорите об обличении конкретно. Что только вот так с кротостью. Где-то действительно нужно строго. И мы видим вся Ветхий Завет переполнен этим. А говорить даже о апостоле Павле. Разве он был не кроткий? Однако, когда он ослепил волхва одного. Ты сын дьявола. Он что? Елима. Елима волхва он ослепил. Он как с ним разговаривал-то? Там достаточно жесткий был ему укор за его лжи всякие. Враги всех и правды. Враг правды ты сын дьявола. И в конечном итоге он взял его и ослепил. Это раз Павел поступил. А когда Каринфин обличал, он говорит, я предал сатане его во измождение плоти. Предал сатане во измождение плоти. А когда описывают, что это такое, там небеснование с человеком происходило. То есть как-то бес уже настолько близко приближался к человеку, к духу его, что чуть не он небесновался. Но это было небеснование. Именно он предал его, чтобы помучил его тот дух, которому он всегда служил. Во измождение плоти. Тут говорить о какой-то там кротости, вот такой придуманной кротости, я говорю, не приходится. Это было достаточно жестко. Но этот же апостол Павел говорит, обличайте кротости еретиков. Он же говорит. То есть не надо выдергивать из контекста. И вот там какой-то нежность. Нежность необходима. А как без нежности? Если бы нас не нежили, мы бы кто были? Нас с детства родители и духовные родители нежат постоянно. Нежат. Нежность нужна. Но где-то эта нежность просто не нужна, неприемлема. Потому что просто наглость. Вот видно, что нагло. Повторяемся, брат, во всем, закончим можно просто мыслью, во всем покажите рассудительность. Волю Божию не надо искажать просто. Ну я хотел защитить сам себя, простите. Я кто такой по сравнению с Игнатием Тихоновичем? Я разве пугал их? Вы вообще меня не слушаете. Видать, я только начинаю говорить, у вас памороки какие-то начинаются и все. Игнатий Тихонович их пугал. Я-то им сказал, вы на занятии оставайтесь и начинайте оглашаться, пока вы не отпали от Бога. И больше-то я ничего не сказал. А он-то им уже объяснять начал. Вы вообще все перепутали, у вас на голову встали, короче. Я даже не знаю, как с вами еще разговаривать. Вы должны записывать мои слова и разбирать их как Библию. Я уже понял. Да, не надо даже ничего говорить. Вот кто пугал-то, Игнатий Тихонович. Он мусульманами пугал. Ну как он опять же пугал? Он так пугал, что никто ничего опять не понял. Опять надо теперь его разбирать. Он-то рассказывал примеры, как у мусульман было бы им. То есть там и голову отрезают, и что только там нет. Да у них даже и резать не будет. У них только старший, как Игнатий Тихонович, ну тут он не рассказывал. Когда мимо пробегали, шелкушку там дали брату его без бороды. А он с бородой, они оксакал, оксакал. Оббежали, оббежали и побежали дальше. Почему? Потому что у них идет это смладенчество к старшим почтению. И могу сказать о себе, я часто это встречаю именно в восточных культах. Мы в Воронцовке, Киргизия. Я с братом иду, брат Иосиф. Он высокий такой, стройный, черный. Вот там, ну в мать он такой. Понятно какой. И у них там какая-то драка. И русские после этой драки-то побежденные побежали. А они киргизы за ними. Ну а мы-то они пробегают через... А мы-то идем. И они нас считают, что мы именно те, которые убегают. Он забегает, а брат идет, знать еще не знает. Обернулся, он сходу ему как в Лимонил и ворых там. А тут обернулся уже бежать и на меня показал оксакал. Этого трогать нельзя. Тот-то, знаете, в горячат-то может долбануть меня. Да у нас разве посмотрит оксакал. Зашли на дачу, старик моется. Ухайдакали его, пишут в газете, что дальше. Наоборот, его удобно. Это разные отношения. Разные. Понимаете как? И я им сказал, если вы попадете туда, у вас веры-то нету. И они перед вами двух. У них можно остаться живым, если примешь ислам. Но назад хода уже не будет. Я уехал в Россию, я теперь не буду. Они найдут, и все равно тебя должны уничтожить. Потому что ты изменил уже мусульман. У них аят особо на это есть. Это считается самое страшное преступление. А у нас был христианин, ушел в мусульмане, туда ему дорога. Там не так. А теперь, который христианин, он стоит, режут, перед ним пятерых зарезали. Начинают до него дошли. А они христиан не режут. Ну, у них тоже не все нормально мысят. Бывают другие, похусятся на христиан. Так он, слава тебе, Господи. А ты мусульманство не будешь принимать? Нет. Я был в лагере. Жанатас. Вот начальник говорит. Вот у нас вся зона вязаная. Это таких зон мало было в России. Вязаная означает с повязками. ДВСП смотреть друг за другом. Но обычно несколько человек, и рисуют фамилии, и рядом гроб. То есть их в любой момент уничтожат. А тут никто никого не трогает. Все вязаные. Ко мне начальник. Так. Вы будете вступать? Я нет, не буду. А почему? Я христианин. А он уже знает. Мне этого нельзя. Нельзя. Может, я и вступил. Такие-то льготы дают. Чаще посылки идут. Мы знали. Уж не будешь так. Я узнаю, три человека таких было. Один свидетель Югова. А другой сидел армянин какой-то. Он сидел. Тогда пожизненного не было. Но самый большой срок и не первый. Все. На всю зону. Огромную зону. Как Солженицын говорит. И когда уже Ветров назначили ему кличку. Я, говорит, сказал. Я бы стал следить. Но я не могу. Я христианин. Я впервые спрятался за Христа. И все. И следователь помучил. И все говорят. Да разве следователь выпустит из моих рук. Из своих рук. Сейчас нас сожениться. Мертвого клюют. А они не знают. Выпустил. Почему? Христос клещи разжал их. Теперь Игорь сказал, что отдал во изможение плоти сатане. С чего ты взял? Что он беснование? Там почти беснование. Любая болезнь. А на его пришел и поразил проказы. Какое там беснование? Внимание, слушать надо. Толкни. Проказы поразил. Что это? Поразил сатана. А какое там беснование было? Его. Оставил без попечения. Это не надо. Я могу спутать послание к стагирию монаху. А, это другое. О, не надо путать. Там беснование было. Стагирию монаху это пишет. Ян Златоуст первым туром. Я знаю эту историю. Здесь, здесь речь шла о болезни. Поэтому, нас поражает Господь. Вот у меня глаз. От чего? Я понимаю так, что сатана поразил. Ударил. Я еще вижу. Но он ударил. Господь мне показал. Тебе плохо, ты будешь сочистить тем, которые совсем глаз не имеют. Я много для себя здесь нашел. У меня в лагере детском 10 ребятишек. Девятерым мы завязываем глаза, а один с одним глазом остается. Вот теперь попробуйте здесь играть и бегать. И все, они на ощупь ходят. Другой. Теперь, где бы вы не увидели слепого, вы за руку будете переводить через улицу? Да, будем. А другие с одной ногой ребенку вот так ногу подвязывают. Я не трогаю, они сами подвязывают. И все с одной ногой. Ну, теперь ходите, играйте в футбол, идите. Там свалка бывает. Ну, поняли, как это важно? Благодарите Бога, что две ноги, два глаза. Ну, на практике надо показывать. И вот никогда не надо добавлять. Николай еще там попарается сказать. Игорь, болезнь любая может быть. Господь отдал во измождение плоти, написано. От их остался там духа, измождение духа, беснование. Это не плоть. Плоть у него, у Сагири была новенькая, целая, неповрежденная. А вот куда поплыл, и теперь начинает буйствовать. Бывает маленький ребенок. И он такое скажет. Я спрашиваю, вы слышали слова эти? Нет, не слышали. А почему я слышал? Дальше начинается, и дальше он говорит плохие слова. А ему шесть лет нет еще. Это и это беснование. Никто не слышит ничего. Сатана просто из чрева начинает вещать. Но что он тогда не избранный? Избрание, не избрание, я не знаю. Повторяю, мне не дано это знать. И, видимо, хорошо, что не дано. Но определитель есть молитва. Молитва тайна. Лицемер тайно не молится, запомните. Лицемер тайно не молится. Фразу запишите себе. Он открыто может молиться, ходить с родителями, ходить в храме. Но дома, когда никого нет, и ночью он не пойдет на это. А зачем ему надо? Никто не видит. Анна Николаевна. Да, занятия закончились. Просто как бы в продолжение этой темы у меня предложение такое. То есть не предложение, а мысль. Вот так вот. И ее обработать призываю всех. То есть, поскольку, ну вот у нас вот видим, что выходят, да, оглашенные. Это проблема. Брат это зацепил. Я тоже давно на них смотрю. Ну, есть люди, которые меняются, а есть, которые не меняются. Ну, и чем речь. Да, им батюшка дал срок, допустим, там полгода кому-то, год или сколько-то там. Или там до времени, пока отрастет борода. К примеру. Сказать, да? Ну, я вижу, у одного что-то почернело, а у второго гладко, как это локоть у меня. Да, яйцо куриное. Куриное яйцо. Совершенно верно. Как, вот как бы. Вот. То есть, может быть, такого человека, брат, у тебя пятимья, вот ты уже полгода выходишь, а у тебя ничего не растет. Даже за полгода хоть один-то может вырасти. Может быть, этим делом должен заняться церковный совет как-то. Ну, повеседовать просто. Не в страх на горях, что мы тебя сейчас собаку тут через лавку загнем и выпишем. Хотя и это можем сделать. Но это не христианский метод. Он не подействует. А может просто помочь родителям поговорить на церковном совете. Брат, ты вот как думаешь дальше-то, спасаться? У меня вот был такой момент в жизни, совершенно недавно, мой, как сказать, отрок звонит. Ну, уже не отрок, муж зрелый, да? Звонит, говорит, вот так и так разговариваем. Да, папка, я вот тут у меня случилось, я бороду сбрел. Все, у меня телефон потух, и у меня все уже затрясло. Я перепугался страшной силой. Говорю, что случилось? Да ты не бойся, у меня вот тут был в гараже гараж, это, пожар. И у меня она обгорела вся, до самой кожи, аж кожу тут пожег, это чуть ли не волды. Ой, да хоть бы гараж, он весь горит и с чистым пламенем. У меня, говорит, осталось вот здесь сбоку маленько. Я говорю, давай срочно скайп. Буквально скайп заряжаем, тут же смотрю. Не мой сын. Мне даже, вообще другой человек, совершенно. И меня удивило, ну сейчас это все отрастает у него. Батюшка тоже удивился, сказал, а что у тебя с бородой-то? Вот когда он приезжал, она у него чуть-чуть, ну только начинала после пожара, он тут лечил там мазями всякими, ну ожог, бензин загорелся, по глупости. Вот что. А здесь добровольно человек этого себя, да он не узнаваемый становится, вы понимаете, со временем. Мы-то привыкли образ уже такой видеть человека. А он, как говорится, обгорел, как сатана. Вот у меня предложение, то есть на церковных советах. То есть просто поговорить. И все, брат, вот там Никита, или там Данила, кто-то там, Серафим. Почему ты так себя ведешь? Почему у тебя что-то не хочешь? У нас, понимаете, занятие им пугать бесполезно. Это здесь он, ну он будет спать, как некоторые, тут и прочее. У них голова будет блужать, а как там шестеренку заменить или что-то другое? Как контрольную списать? У него диплом сейчас на носу, ему сейчас не до этого, к примеру сказать. А вот так вот в частной беседе, может быть, он и... Вот мы с ним ездили, когда за Никиту, хочу сказать. Мы с ним ехали дорогой, беседовали духовно, он там такие мысли говорил. Никита говорил, мои веревки все обгорели, мне не хватит, давай это спокойно посиди. То есть мысли-то у него, мысли-то духовно. А понимаете, смотрю, он начал там маленько щетиниться, как еж. Ну, вот и все. А здесь смотрю, опять гладкий. Я не знаю, с чем это связано. Ну, я думаю, что надо посодействовать окружающим. Если как брат говорит, что он, да, авторитета не имеет, то... Ну, я сомневаюсь, что не имеет. Просто, может быть, ну, он недостаточно утвержден, этот авторитет в семье. Я утверждал авторитет шнуром от магнитофона. Ну, это уже... И все. Это прямо внушительно, шкура лопалась. И вот до сих пор шрам. Есть такой случай, самый освященный. Монахи восстали, он организовал монастырь, И они против него забунтовали и изгнали его. Это вообще, считаешь, невероятно. Это житие святых-то. И он блуждал где-то там, в пустыне, около Мертвого моря. И соляные ямы горели, он упал в яму. Тихо. Из ямы-то этой выбрался, и борода-то вся обгорела. И теперь только клочками расти стало. И он сразу сказал, благодарю тебя, Господи, у меня такая красивая борода, чтобы я не возносился. То есть из любой ситуации можно выжать вторую ступень молитвы и благодарения. Вот и все. А монахи обозлились как? У них ничего не получается. Отделились там человек 70. Представьте, монастырь большой. Отдельный монастырь. А ничего не получается. Они голодуют. Он им нагрузил ослопом пшеницы, муку, шлет. О, этот лицемер проклятый. Он и сюда лезет-то. А он когда пошел в туман-то, они его с ломами, там с выдержками засели, чтобы убить. Это монахи, когда же шли-то. Монахи, что превознесли. Это вы житя считаете. Считайте. Я недавно это выставил про мальчишку-то. Маленькую. Да как подняли. Затем неужели это у монахов. Ну я указываю книгу, древние монастырские уставы. Он несколько дней просился в монастырь, а его не принимали. У него и ребенок-то. Ну а ребенку-то 6 лет. Ну и все-таки приняли его. Но только по одному условию, что он ребенка больше никогда не видел. Не, не, не прикасался. Но что умеешь делать? Сапожник. Сапожники нужны были. Но они начали на ребенка. 6-летний ребенок. Специально надели грязное вшивое белье на него. Холодный, необихоженный, не кормлен. Он ревет, видит. Отец подошел. Тя, тя, я есть хочу. Он даже головы не поднимает. Ребенок понять не может. Любящий отец остался один без матери. Он его обихаживал, мыл. И вдруг совершенно он умирает от голода. А монахи наблюдают, как он себя будет вести. Они экспериментировали, как хотели. Ребенок ничего не может понять. Ну и плачет, стоит. Видит, пробить его нельзя мужика. Смотри, прям монах настоящий. Они его судят уже по другой шкале. Что же делать-то с ним? Настоятель говорит, вот что сделай. Он сейчас ревет, и нужно подойти и сказать, надоело это всем. Возьми его, и он река течет, в реку бросится обрыва. И он так и сделал. Схватил ребенка, подбежал, и в вода, и там терек, камни. И ребенок в воде скрылся, и нет, он вернулся. Ты смотри, вот я умру, на мое место настоятеля можно вставить. Это вполне достойно растет шикль грубар. Он будет руководить вами, как Джугашвили. Все, ребенок поплыл под водой. Так они сейчас сделали там сети, под водой уж сколько он был, поймали. Откачали его. И дальше не говорят, ну ребенок уже через час помер, дальше уже не описывается. Но его уже взяли на учет. Это настоящий монах. А где же любовь? Где же почтение к детям, которые детище Бог дал тебе? И как ребенок плакал, и специально они его раздражали, он ревел. Шестилетний, над кем измывается-то? И когда считаешь это, один говорит, я к монахам хорошо относился. А как сейчас сижу, говорит, аж кулаки сжимаются. Я представляю, это мой сын, и вот так. Так это не все. Я стал выставлять. А вот другой случай. Его проверяют. Кем он работает? Да кем работает? Он пекарем работает. И когда печь была разожженная, они ему приказывают, схвати ребенка и толкай в печь. Но ребенок-то ничего не знает, ему пять лет. Что он понимает? Друг отец схватил, он его обнимает, он отрывает от шеи и его в печь толкает. И печь угасла. Вот этого я не знаю. Угасла, но не угасла. Так что, все время надо, чтобы угасало. А сколько и когда не угасло-то? Почему вы не пишете-то? Значит, они то, что заставляют делать, это уже проторенная дорожка. А когда уже случилось, что один остался живой там на два часа, тут они опубликовали, и под водой был живой, и сеть не прорвалась, и откачали, они тут кайфуют просто. Подмазали. Чудо. Это надо смотреть в корень, смотреть в корень. Да избранный Богом человек, может ли вот это садистское отношение к детям делать? Я что-то говорю, они так, ну давайте, тут ювенальной юстиции не надо, а одна заповедь, любовь, пустите детей ко мне ни на дно реки, ни в печь. И поэтому они как огня меня боятся, причем я все уставы нашел, из оригинала все выписал, с указанием страницы, и они все замерли. Так он все знает друг друга, там что переговорится, он говорит, абсолютно все канонов знают. И они замерли, и отошли, отошли, как будто их никогда не было. Это тролли бесовские. Мне вопрос, может? Да, спасибо, Павловна. Мне просто другой совсем вопрос, Игнатий Тихоновичу. Епископ вам нельзя жениться. Да. У них жен нет. Нету. Они священниками не бывают до епископа? Бывает, да, как без священника. А как священник тогда не может? Ну, монашество принял еще до посвящения, может жена умерла, два варианта. Да, до посвящения, да. Ну, может быть, у него жена умерла, я решил принять тогда монашество. Раньше был закон, жена умерла, и вы его посчисляли на покой или прими монашество. Это монахи узурпировали власть. Апостол Павел был неженатый, но не принуждал, что не имея власти иметь жену, как прочие апостолы. Прочие апостолы, еще прочие имели апостолы. И постепенно монахи захватили эту власть, диктатуру. Все до одного должны быть монахи. И неженатый, хоть какими талантами не обладаем, не приблизиться туда. Этого нельзя. Они изменили евангельское учение. То православие, на чем держится, оно почти не имеет обоснования на страницах Нового Завета. И мы должны это сказать открыто. Вот почему они люто, бешено ненавидят меня, потому что я опубликовал. Когда настоятель мест ко мне подошел, Игнатий, нас тут бомбардируют звонками. Идут люди, вы неправильно крестите. Да кто бы знал, если бы вы это не сказали. Вот и все. А давай то еще, отец Николай. Кто бы это знал, если бы я не сказал. Я по радио выступал и говорил, народ как повалил, так он аж со слезами из крестного хода вышел. Да вы долго будете терзать, мучит нашу мать церковь. Да не мать церковь. Коры-то тебе безразмерная мать. Люди умирают нехрещеные. Брат Игорь, прямо одно предложение хочу сказать. Вот как раз эту любовь нашу к этим братьям доказывает то, что они ходят сюда. И хоть их и обличают, что вы думаете, я первый раз с ними-то по отдельности говорил. Не со всеми, но говорил. Они не оставались никогда здесь. Я уже просто, ну как говорится, наболела. Решил поставить как-то вопрос, чтобы можно было закрепить для дальнейшего. Почему? На это меня побудил вот Никита, молодой. Он уже и в алтаре там вижу, и батюшке помогает. Я посмотрел, думаю, еще один будет там с ними стоять скоро. И понял, они показывают пример, как можно спокойно вот так вот как-то с горочки катиться. Как священники говорят, как снежный ком, жизнь твоя катится, 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 катится. Ну да, здорово живешь, катится. Нету ничего такого. Смотри, пример. Они были в лагере все эти дети. Отцы, не обижайтесь, я вам говорю открыто, мне нельзя лгать. Без замечаний ни одного не было. И потом замечания маленькие. Я им дал большие камеры и сказал, по одному плавать, по два нельзя. Они по двое не могут, они начинают топить друг друга. И о ком вы говорите, они именно такие. Но за Ваней, вот, он не один раз у меня в лагере был. Отца Павла из камня на обезье, Ярмольенко. Ни одного замечания не было. Когда бы Надежда Васильевна кто-то не стирал, он никуда не пойдет. Воды натаскает, унесет обратно. Его никто даже не просит. На кухне что-то, на что трудная такая работа, Ваня опять первый. А-то видишь он какой. У него это вот, приучил его отец так, трудяга. Ваня это самый лучший помощник в лагере был. Были ребята хорошие, там без замечания. Но чтобы вот так увидеть даже начало работы, и сразу подскочить, и начиная делать, он лезет на деревья, спиливает, там сучки, где сухие. Я другого даже не пошлю. Пошли косить, он уже подходит, покажите, я умею. Везде. И вот сейчас он думает, в понедельник приезжать, может быть, сюда у меня пожить, чтобы научиться. Образование слабое. Сегодня стали мои стихи считать, он одно слово не знает, другое не знает. Я сразу раз, только слова Режегова, а я сделал его побуквенно, легко находить. И он это все, ведь, а все его надо записывать. Он не записывает, не приучено работать в этом направлении. И Бог, если даст, Павел благословит его, то он может у меня приехать и жить. Игнать Тихонович, у меня к вам вопрос. Давай. Вы сейчас очень много говорили про монахов. Да. И все такое вот прямо негативное, нехорошее. Не все. Ну, практически. Вот. А вы нам что-нибудь доброе, хорошее расскажите о монахах. Монахи вам расскажут это. Нет, Игнать Тихонович. Вот вы же прекрасно знаете. Вы начитывали труды некоторых из них. И вы прекрасно знаете жития святых. Вот. Могли бы вы для нас, вот здесь присутствующих, назвать имена тех монахов, тех святителей церкви, которые прошли монашеский путь, и которых слово живо и действенно для нашего времени. Ну, конечно, в первую очередь мы коснемся учителя славянских Кирилла и Мефодия. Но внутри они оставались монахами. Они знают нужду славянских народов, и ни один из монастыря не выходит. И царь Михаил своим указом, директивой вызывает их, беседует, посылает. И они как только взялись, вернулись и опять вернули монастырь. Он внутри остается тем же монахом. Это самое наилучшее. Они не могут быть другими. Потому что их приучили. Самое главное научиться молчать. Отец, о кем сейчас? Это смирение, крутость они вырабатывали в себе. Перед кем смирение? Перед Богом. Так перед Богом как раз наоборот. Открой уста и я наполню их. Ты не спорю. Идите по всему миру. Я не сказал молчите по всему миру. А благовествуйте. Это антихристианство. Более сильного, мощного антихристианства, чем монашество, в каком виде? Я повторяю, в каком виде? Не было придумано сатаной ничего. Два миллиарда мусульман благодаря монахам. Они высасывали из народа самые лучшие соки. Самые сильные, крепкие, которые хотели Богу угодить. Они не знали, как шли в монастыри и не давая потомства. Не выпускаемые за стены, они гибли, уходя в песок. Что тут непонятно-то? Это большая статья литературной газеты «Миссионер 21 века» об Андрее Кураеве. И он говорит, встретились впервые на полях сражений с ними. За шесть столетий ни одного Кирилла Вифодии не могли послать. Почему монахи все задушили? И они преследовали любое слово у греков. Год, два, три, уже в 1800-х годах, наконец, находятся люди перевести Евангелие на родной греческий язык. Сразу убили. Смерть достигает патриарха. Патриарх ему содействует. Ему туда смерть. Что, от Бога это? Не дать народу живое слово. В пятидесятнице не пришло. А где пятидесятница? Дух Святой на всех языках говорит. Попробуй вырвать сейчас из сознания людей Евангелие, как Марсинковский говорит. Ну, сознание, оно там, где ты его читай. На месте его будет зияющая смертельная рана, которую ничем не заткнешь. Это монахи сделали. Они обезглавили нации. Считайте Гангский собор. Двенадцатый, четырнадцатая правило. Шестнадцатая подряд идет. Если кто будет оставлять жену или жена мужа ради благочестия, да будет подклятвый, проклятый. Правило пришло не на пустом месте. Семьи стали разваливаться. Кто оставит детей ради благочестия, там, монашества, да будет подклятвый, под проклятием. Сколько таких было? Бросили. Бросились, когда на это дело-то. Государство по швам затрещало. Отдельные монастыри достигали по пятьдесят тысяч. В мирном населении оказалось меньше, чем монахов. А дальше, дальше. А мы молиться. Нигде не написано, что зашел молиться. Надо не работать, надо молчать. Мы тоже молимся. Мы всю дорогу молимся едем. Всю дорогу молимся. Европу захватили. И благовестие какое. Здесь эфир наполнили этим. А что это? Апостольское дело. Монашество это самый главный тормоз. Который есть. Я вначале думал, что главная вина это славянский язык. Уже прошло пять лет, когда я докопался до того, что оно заняло богослужение, заняло на славянском языке вместо евангельской проповеди. Я еще еще десять лет прошло. И наконец захожу, что это монашество составило богослужение. Монашество не дает перевода. Они категорически против. Вот и все. Мы говорим, феофан затворник святой. Я не отрицаю святой. Но один был самых сильных противников перевода на русский язык. Повторяю. Почему? С оригинала не давал. А переводите септуагенты. То есть с перекладными как бы. А там что? А там масореты. Да масоретились. Они там все. Женовье все перепортили. Откуда он это взял? И наконец мы Библию имеем в этом современном переводе. И лучшие перевозчики какие Библии. Там ни одного монаха и не было. Не считая Дроздова. Ну там счастье только. Кто такие были? Павские там. Люди. Профессоры обыкновенные. А Златоуст что пишет по монашисту? А Златоуст пишет про то, что видел. Тогда. Это самое почти начало монашества. Вот этого они не видели. Иоанна Златоуста ссылает ссылку в Кукус. А потом его в Камана пересылает. И он дорогой встречаемые монастыри гонит их наружу. Снабдите их. Керстские народы. Откуда пришли монахи? В монашиство посвященное Англию. В Ирландию. И посылайте их туда. Идут пусть свидетельствуют. Вот отношение. Этого ни у кого из них не было. У других. У Яна Златоуста было. И он сам понимал. Да удалить все надо. То другое. Я за это согласен. Но какой срок? Он пробыл два года. Вышел. А теперь он гремит на весь мир. Ян Златоуст. Вот и все. А эти-то кого они гремят? Они ничего. Батюшка наш, отец Аким, поехал туда. Пришли. Побеседовать не с кем. Разговаривать нельзя. Я священник. Я из России. Молчок. Ну, я думаю, нельзя. Сейчас за стол. Идем дорогой в столовую. Нельзя. Сели за стол. Каждый уткнулся. Ложкой хлебнет. Опять туда. Не до условий нельзя разговаривать. Не туда. Да какие-то правила. Это от Бога. Бог сказал. Бессловесная скотина. А человек, обладающий разумом и языком. Они их во что превратили-то? Не до условий нельзя говорить. Да, они действительно много. Вот я был у отца Наума нынче. В этом году. Это было 12 июля. Город Белисси. Наум Борщуков. Наум Израилевич. И у него рядом, с ним рядом служит монах. Я не знаю, как его назвать сейчас. И он стоит и все время вот так вот. Вот так вот мотается, как вот иудея у стены плачет. А я спрашиваю, отец, там еще такое. Да не говорим. Лет 15 или сколько был в монастыре, вот такой пришел. Они его сделали. Он как урод, он не понимает. Но он знает только одно, что нигде, чтобы про монашество, как у евреев, нельзя по евреям сказать. Ты хоть какой еврей будь, но никому не разрешай говорить против евреев плохо. Все. У него точно так же. Не трожь монашеское. Я выступил, сказал, назвал. Так они там поднялись после меня. Что, когда я уехал-то? Отец, там он мне опять выходит и говорит. Они враги Евангелия. Я говорю о тех, которые противничают. Среди них есть хорошие, они все такие монахи, хорошие. Но они в миру, они трудятся. А по уставу они должны быть в миру. Они не должны видеть женщин даже. Не должны видеть. Они должны только сидеть и молиться. И его молитва будет выше любой. Откуда вы взяли такое? И они теперь придумали, в монашество посвящают это как бы второе крещение. И при посвящении прощаются грехи. Откуда взяли? Когда написано обещание Богу доброй совести. Я умер, для мира мир для меня. Выходит, крещение потоптано. И теперь в монашестве они разыгрывают новый спектакль. Это антихристианское все. Христос нигде этому не учил. Нигде. И Христос передает привет Прискила и Акила. Андроник и Юния. Но это все женатые люди. И Павлу оказывали какой привет. Находили в северующий там приют. Монашество, повторяю я, моя фраза. Я его высветил. В том виде, повторяю, в том виде, в котором оно к нам пришло, принесло зло. Сто крат больше, чем коммунисты, фашисты, безбожники, мусульмане, масоны вместе взятые. Они убили христианство. Врождение всех это благодаря монашеству. Один только, один единственный встал на ноги, Вениаминов, Иннокентий. Он весь север проехал. Как в рабу везли. О нем Лесков много пишет. Николай Японский один. И один он заквасил такое, что в Японии посидел еще церковь православная. Вот чего они лишились. А Николай Японский проверяет, когда пленная война с Японией в 1905 году была. Он там на 300 человек, может быть, два тековерующих нашел. Ничего они знают, кроме иконки. Им дали, идите на бой, идите, умирайте. И они умирали. А он, когда начал давать им, они ни Евангелие не считали. Это в его записях все осталось. Это нам их рисуют иконы. А когда считаешь глубже, вот Яна Кронштадтская, его дневники сейчас публикуют везде. Ты даже не поверишь, что это Яна Кронштадтская. Какой он вздорный был человек. Но у него было одно качество, которое все побеждало. Вот эта женщина подошла с ребенком, я до того обозлился на нее, прям молиться не мог. Но я зашел в храм, в алтарь, помолился, и Бог простил меня. У него везде одинаково заканчивается. И вот Яко наложил ладана, говорит, такой дым идет, а у меня новый Митрий на голову-то. Прям закоптил. Я обозлился на него, но потом опомнился. Зашел в алтарь, преклонил колено, помолился, и Бог простил меня. И у него, ну прям в дневики, там обозлился, там озлился, и все. Я вижу, это простой человек, понятный. Такой Ян Кронштадтский, мне понятен. И какая у него вера, он прямую связь с Богом имел. Помолился, и Бог простил меня. Зла нет этой женщины. Я думаю, как ей добро теперь сделать? Он не скрывал этого. А у нас он примазывается, слово нельзя сказать. И когда ему плохо говорили, он все это принимал. Да я тоже знаю, Бог мне сказал. А я гляжу, у тебя лицо свирепое такое сделалось. Правильно, брат, ты духовный, ты заметил. А другие даже не заметили. Он на высоте стоял. И нам надо брать вот этот пример. И когда ему сказали, в миссию идти, а он женатый был, жена Елисавета. Ну они жили, как брат с сестрой. И вот брались в Китай. А он когда пошел по трущобам в Санкт-Петербург, говорит, куда ехать? И когда тут сплошной Китай. Столько народа, никто Бога не знает. И это они туда не поедут. И начал в Санкт-Петербургских трущобах работать. Это вот пример. Он не стал копейки раздавать, ему много денег в кармане совали. А стал для них трудовые коллективы строить. Заводы, фабрики, чтобы они там работали эти люди, себя обеспечивали. Вот чего не хватает нам. Вот во имя Иоанна Кронштадтска можно называть все трудовые колонии. Россию Бога благодатствовал перед самым закатом. Такими людьми. Светильниками. Люди сто штатами говорят, а это Христос пришел. И секта Иоаннитов образовалась. Это Христос пришел только под оболочки, а на крестители. Он их вызывает. Вы что делаете? Никак. Их полиция хватает, увозит за город там где-то. Они обратно стекаются. И ой, видят они это Христос. Секта образовалась Иоаннита. Его уже нет, они им поклоняются как Богу. Во Святой Троице. Даже святым-то быть в России нельзя. И тебя сразу, говорится, опакостят канонизацией. Там рассказывают же, как из церкви он выходил один. Веревки, канаты вот такие большие, перехлестнутые. С двух сторон вот так натягивали и держали. А он в этом коридорчике протискивался в центр. По стеночке. И веревки, говорит, толстые веревки, канаты, говорит, лопались. Пароход он купил, когда в компании ехал. Люди усыпились за пароход. Он молотит лопастями, а с места сдвинуться не может. Так на улице они вот как бывает, ну, фанатики-то, фанаты. И они, фанаты, жгут костры и смотрят, это его окно. Окно погасло в три часа. А уже в пять он встанет. И они на берегу костры жгут. Какие они верующие, не говорится. Но фанаты были настоящие у него. Ну, вот в этом вопросе я говорю, что можно брать пример. За одну фразу Серафима Старовского можно на вершине святых считать. Стижание Духа Святого. Три слова. Ничего выше этого нет. Стижание Духа Святого. Тут тебе и одежда, и борода. Все на месте будет. Все. Ему не надо это будет говорить. Вот у меня самое большое переживание за мои аресты было, когда бороду у меня снимали. Чего я только не писал. Высшие органы, вплоть до министров. Никак. Я говорю, с Пугачева бороду не сняли, казнили. Дайте мне срок в два раза, увеличьте его. Не трожьте. Я говорю, как простынь расстелили, и бороду снимал с меня щеченец, и говорит мне, а Аллах меня не накажет. Я говорю, да ты же сам заключенный-то. И бороду начальство стоит, капитан Кудыриев, собрали бороду в платочек, и написали, у Игнатия, на суще страшного суда, две бороды. Одна у меня на полочке лежит, другая с собой. Это я не передам, какое это было унижение для меня. Я считаю его хуже изнасилования. Дочь была только обещащена, а без бороды очень обещащена. Как это не понимать? Ну посмотри на Христа, ну вот они, ну погляди на Него. На иконы на разные, вот Кирилл и Мефодий там. Ну посмотри маленько, там скрой глаза, какой ты православный. Это все обман. Борода это свидетельство принадлежности Церкви Христовой. Я даже папам показываю. Папа Сикст, ваш, да, наш Сикстинский Матон, а почему он с бородой и без бороды? Еще в то время, когда Рахпоэль рисовал, эта картина не вызывала недоумения. Папа с бородой. Сейчас ни одного нет с бородой. Почему не говорить-то об этом? Эта борода отгораживает меня от чего-то. Она дистанцирует меня от тех, которые не такие. Тем более, если я не подравниваю. Один сейчас ко мне привязался. Вы говорите вроде правильно. А почему не говорите, что у Златоуста борода подрезана была? А вот ваш ролик, вот тут мы сидим, беседуем, вот за этим столом. И там я привожу Златоуста. И какая борода была, видно, какое чудо с бородой было. Как казнили за бороду, осмоляли и смолу зажигали, все лицо горело. И жития, вон, симфония на жития святых-то. А про Златоуста, а там нигде не написано, это придирается ко мне, священник придирается. Я говорю, укажите конкретно, там что? Я говорю, это сказал Златоуст. А вот вы могли увидеть икону, вы могли увидеть рисунок, но не увидеть его фотографию. Еще бы ради он бороду подстригал, и для кого? Почему я должен тебе какие-то опровержения давать? Просто этого не могло быть. Это тем более монах. Монахи резали волосы сами себе. Это житие святого Лаириона. Волосы длинные отрастали, и они перед Виким постом сами себе волосы, волосы на голове отрезали, и все. Не растили эти космы. Кто главный-то, не я тут. За Грина Ванна. Игорь Михайлович, а вот я читаю «Жития святых», но не всех, но вот читаю. Вот хорошо, борода, это я принимаю, как положено. И у нас общины, это я и не спорю против нее. Я просто говорю, ну вот они все-таки высшей благодетелю считают смирение. Ну, пожалуйста, смирение перед кем я спрашиваю? Перед Богом. Значит, смирение сидит и поведает. Они не перед Богом, а перед человеческими грешными заповедями. А мы раздражаемся друг на друга, начинаем мы это самое. Ты знаешь, как там? Где там? В монастырях. И у него один только выход бежать, говорит, у настоятеля выход бежать. Вот его взяли туда. Три года устав, его не выводить за пределы этой. Его обманули. У него все отняли, квартиры, как сейчас, переписывают. И он ничего не может сделать. Но устав гласит, ни на какие работы не выводить его. Если он бежал, это непростимо ни в семь веке, ни в будущем. Из бригадира спросится, что не хватился его в течение двух часов. И тогда они три часа с собаками, я не знаю с чем там, ищут их. Если его нигде не нашли, теперь этот попадает под епитимью и может до конца жизни не отмолится. Работник сбежал. Вы не знаете уставы. Уставы Венедикта. У меня вот в этих книгах, которые ты корректировала, сестра, там это описано все. Ни над посылками, ни над чем, ни с родниками встретиться, ничего нельзя. Смирение. Какое там смирение-то? И он уже через которое короткое время уже из себя выходит. Но Федора Священный. Пахоми у него главный. Он подобрался больше учителя. У Федора Священного приходит брат. Пришел к нему в монастырь. А его там нет. Он в келье-то у него побыл там, а тоже стремится. Тот пришел. А ты что пришел? А как ты в монастырь полез? Я люблю, я от родителей пришел. Он сразу вышел и не стал разговаривать. Боевой монах-то. Ну а тот видит, даже так родного брата встречают. Он видимо пошел и настоятелю сказал по хоме. Я такую даль шел. Я же не на машине ехал-то. Я хотел увидеть. Это мой родной брат. Вызывает. Это Федор. Ты знаешь, что брат пришел? Да. И ты его видел, да? А почему не стал разговаривать? Так не положено. Он воспринял все как надо. Он его сказал, ты неправильно поступаешь. Ну ладно, я разрешаю. Ты можешь поговорить. Поговорить. Двое братья, они насчитались монашеской этой... Не могу сказать даже макулатуры. Что-то больше туда-то. И оба решили уходим. А мать престарелая. Бросили, да только делов-то мать-то. Я душу спасать. Мать по всем монастырям разыскивает. И наконец нашла их. Нашла. А они шалаш построили. В шалаше подвизаются двое. Два здоровых дядьки сидят в шалаше. И они с матерью разговаривают. И он тогда что? Мать, не уйду, пока я вас не обниму. Мать, ты хочешь быть в Старстве Небесном? Одно из двух. Или ты нас видишь, или потеряешь в Старстве Небесном. Кто их приучил так говорить? Они еще молодые. Тогда он руку в окошко... Через траву выстроил мать. Мать подержалась, поцеловала. Он назад руку затянул и все. Это что, от Бога? Смирение. Семен Стропник стоит. Мать Марфа пришла, он на столпе. У него ограда уже мандра выстроена там. И она к нему. Ну понятно, нужна мандра. У него там играет, говорится, женщина перед глазами. А это мать родная. Больная. Принеси на носилках. Ни под каким видом не пустил. Все нормально, от Бога. А где чти родителей, где эти заповеди? То, что он говорит, это нигде не написано. А чти, это написано. И вот обычно, когда умирает человек, и вот купол тут, когда крест ставили на Никольском, и вдруг радуга зимой была. Сколько они тут писали. Это знамение, это светлый день засиял. А тут наоборот. Как только он умер, как поднялась буря, тысячи, может миллионы птиц наветели черных, каркают. Все вокруг. Природа с молнией там сверкает. Это в житиях все описано. Вся природа восстала. И теперь, и это повернуть тоже в пользу. Хотя уж никак нельзя. Обычно свет, радуга. Вот у нас крещение принимали эти. Валя, и вдруг дождик, дождик. Как только подошли, вдруг солнце разъяснилось, и все осветилось. Это естественно принимать. То, чтобы буря, песок с галькой поднимало. Птицы неизвестно, откуда налетели. Крещали, каркали. О, это знамение. Но чего знамение опять? Демоны поднялись. Демоны. Они не знали, как угодить. Вот представь себе. Он молодой. Он и считался монашеской литературой. Это был сильнейший человек. В монастырь приняли. Он смотрит монахи, подвязывается. Да какие это монахи? Он против. А ему 14 лет. Он пошел и все время думает. Ну, как Богу угодить? По Евангелию он ни одной строчки не знает. Монахи это главные губители Евангелия. И вдруг веревка этой пальмовой ветвей свитая. И доставать воду надо. Он взял эту веревку, отвязал. И вокруг чрева он так затянул. И какая же была сила. У него гниет тело, врач. Шкура сгнила. Все, вонзилось уже в тело. Кишки, говорит, висят. Братья ходят и все время. Чего так воняет? Ну, откуда зловония-то? Прям невозможно дышать, как падаль какая-то. Они не могут понять монахи. Жития святых все. И наконец увидели, из него черви выпадают. Сколько же там червей, чтобы они выпадывали-то? И они увидели, настоятель в ужас пришел. И ничего не придумали, как только прогнать его. Его не исправить уже. И он пошел дорогой, и все думает, не дают подвязаться. Надо за Богом, вот как подвязаться. Но как он не знает. И вдруг заглянул один колонец по-сушески. Никого, ничего нету. Не вылезти нельзя. Он туда нырнул и все. Упал. И сколько было там змей. Все змеи разбежались или подохли от него. Скорпионы всем, конец пришел там. Но его кто-то там нашел. А дальше уже на вороты какие идут. Это Симеон Столбик, 1 сентября. Там настоятель сон был же. Сон настоятель был. Сон. Представь, Богородица явилась, сказала, что... Так патриарх, так это как? Он говорит, Божья Матерь явилась в монастыре, пригрозила, если вы его не вернете, вам не жить, я вас разрушу здесь. Патриарх узнал к нему. Теперь его рукополагает, чтобы благословение принять. Симеон, наклони голову. Надо возложить, а не наклони. И снизу его посвящают священники. Он ничего не будет делать. Только это для того, чтобы патриарха сверху потом один раз благословить. Да это же игра идет. Написано, уверовал, бесноватый, даже исцелился. За Христом пойти. Не надо, иди там, где ты жил, иди свидетельствуем. Считали? Аминь. Другого-то нет Евангелия. Не по Евангелию Бога будет судить, не по житиям святых. Жития я насчитывал, я их очень хорошо знаю. Очень. Ну да, мы видим. Сколько раз стучали в колокол? Да, стучал там, где не сходится. А где, прям видно, что против. Я два раза ударил, а бывало, иногда три раза ударил, это супер не сходится. Просто настоящее волшебство. Афанасий Афонский пришел с шестью монахами к комиссии принимать здание. Не раньше не пользуя, леса рухнули с кирпичом, их всех задавило. Пятерых насмерть, он живой. И он там лежит под грудой кирпичей-то. Ну и, ясно дело, крики издает. Монахи его размонтировали оттуда, вытащили, но он помер уже потом. Так они эту одежду кровавую, теперь вымачивали в воде, ее крутили и пили, чтобы... Когда даже животный и укроп нельзя пить. Я что должен был делать? И это же тебя смотришь, и они так это сохранили малую часть того, что есть. Что морщится-то? Сейчас будем пить. Я тебе про хорошее... Я тебе про супер хороших, и из-за них, из-за их житья, даже рыбу разрешают садить. Я тебе рассказываю то, что написано там. Вот, представь, Евгения убежала. Как? Она княжеская дочка. Он из ней души нещает, Евгения. Послушайте еще. Ее когда повезли, стражники сидят впереди, она потихоньку скользнула и в болото. И живет там, и говорит, и шкура у ней, кожа сделалась, как у черепахи. Это достоинство, что комары уже не прокусывают ее. Но и нигде нет. А он-то язычник, он к язычникам. Где моя дочь? Она говорит, дочь твоя такая была хорошая, ее боги взяли на небо. То есть ее уже в святые произвели. А потом, когда она вырвет оттуда, выйдет уже, там будет, прислуживает, в нее, она в мужском образе явится, и к ней будет приходить одна богатая прихожанка там, и в нее влюбится, как в монаха Евгения. Она даже не знала, что... А потом она ей... Ну она ее не может запить, она женщина, еще она же не в лагере там. И она тогда подала в суд, она меня пыталась изнасиловать. Она не знает, что речь идет о женщине. И уже в суд, а суд какой там простой, там кастрировать будут. А судит кто? Князь, отец ее. И когда уже до дела дошло, до конца уже нет, она тогда подошла к отцу и говорит, папа, да я же твоя дочь, отец так и умер. Моя дочь, показать вам, что я женщина-то, в груди там, свидетельствующая о женской особи. Ну а та-то, та-то позорная, ее бог поразил, и все, дальше уже сказка в другое русло пошла. Так это не один, не два. Не один, не два. Вспомните, это монах, как это Феодора был. Да, да. Среди монахов, она женщина. И ей приписывают, пришел один там где-то, она ночевала, а там один монах переспал. Монах в город был посланный, в гостинице остановился, дочка соблазнила его, она забеременела. А это когда шла, ну она под видом мужчины-то, она к ней, она ее отвергла, ты с ума сошла, да я же монах, а сама женщина-то. И она подала, монахи не исследовали. Они принесли ребенка и бросили ваш ребенок. Она стоять или ее выгнала, иди там, а там волки. И она с ребенком прижалась снаружи монастыря, и только пастухи жалостливые иногда и молока, и что-то давали для ребенка. И она его ребенка воспитывает. И теперь, когда она умирает, и монахи начинают обмывать и видят, и грудь ее яко листвие сухое. И много плакали, не знаю еще, мне застали, когда грудь были или чего. О чем уж они плакали. И теперь один вопрос, где хоронить ее, на женском или на мужском? Это сказка одна, это Жидия святых. Считайте Жидия святых. Да спрашивала Галя. Огоньчили пятый стих, запомнили. Переписывали, ну интересно написали, какую тему он затронул. Ой, там вообще есть. Нет, не с нашим. Степаненко. Так а после этого я еще беседую по скайпу с этим больным Сергеем. Я подробно все разъясняю. Подробно. Сегодня я выставил это. Сегодня будет выставлено. Сергеем? Да, Сергеем сейчас закачивается. Но мне сказали Степаненко не упоминать. Его, говорит, везде под его имя заблокировали. Вот так вот. Вот что интересно, сразу блокируют. Степаненко, что теперь? Он Б. Так, ну молитесь, братцы. Давайте. Так, знаете, ты когда встанешь на молитву, слушай внимательно, и вспомнишь, что тебя кто-то что-то имеет, положи жертву твою. Кто на меня что имеет? Не имеет. Жертву положи. Значит, я жертву не ложу, а возношу. Да, возносите. Аллилуйя. 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 Об отроках наших не забудьте. Чего? Об отроках. Оглашенных. Оглашенных. Молодом, говорит. А я бы услышал об абортах. Боже, милости, будь не грешник. Конец, слава Богу. Создавами, Господи, помилуй меня. Бесчиславе, если грешил, Господи, прости меня грешно. Духо Твоё, Господи, не отяжалело, и меня глухого услышь. За молитвы святых отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителе души истины, иже везде ссы, и вся исполняя сокровие. Провище благих и жизнью подателю. Приди, селись овны, и очистины от всяких скверн и спаси. Блажи души наши. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков, аминь. Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же, и мы оставляем дождиком нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от Бога, и во Твое есть царство, сила и слава Боге, аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова, Авва, Отче, свят, свят, свят Господь Савао, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю за день, когда дал мне веру Твою святую, как дар неба. Страх пред Тобой и ожидание суда Божия, да будет благословен тот день. Ты даровал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов. Хвала Тебе, счастье и поклонение, аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, присна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Матерь Божия, благодарю за услышанную молитву, что сохранила от падения и сокрушения, предательства, измены, молодуши, уныния и отчаяния. Их пред не оставь Твоим попечением. Ты дивно охраняла нас в этом пути, покрой нас амахором любви, Твоей Господи, слава Тебе, заходатайся рода человеческого, Матерь Твою, Ангел Христов, хранитель мой спятой, моли Богом негрешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя за этот день. Сколько лет Ты хранил душу мою от видимых и невидимых опасностей. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою помытарством, страшным и непонятным. И веди душу мою на веки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя, Ян Креститель, притеча Христом, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дарой жильем. Господи, укрепи нас мужеством, дабы не страшиться царей и начальствующих. И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать благословить правителей, священства, патриарха в нашей стране и по всему лицу земли. И наведи страх Твой на них, и дабы не знали, что над ними есть Ты, Царь, старствующий и Господь господствующий. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Никола чудотворец, моли Господа Бога, да дарует нам все необходимое для благовестия. Господи, усмотри нам место, где мы должны остановиться. И расположи к тому сердце Николая и Виктора. И прошли добрых насельников селения нашей, расшири пределы общины нашей. Аллилуйя, благослови этого Максима. Священника Сергия, Болящего Сергия, я верю, Господи, что Твоя рука сроднила нас с этим Дмитрием, Юрием, с новыми людьми, которых мы никогда не знали. Благослови их всех, Владыка. Напоминай нам, воспоминай перед Тобою за милость Твою, что Ты сродняешь нас кровью Твоей. Святые пророки, молите Бога о нас, пророк Илья Елисея, Ох, Моисея. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застав нас с неготовыми. Но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными и лея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя, Аллилуйя. Евангелисты, Матфея, Марк, Луко, Иоанн, молите Бога о нас. Да дарует нам Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо они свидетельствуют о Тебе. А мы через них думаем иметь жизнь вечную. Аллилуйя. Святые мученики, мученицы, Игнатия, Богоносец, Климент Римский, Климент Антирский, Анфим Никомедийский, молите Бога о нас. Да укрепит Господь наследие свое, дабы никто из нас не принял на чертание зверя Антихриста. Аллилуйя. Даруй веру Анфиму, Вениамину, истреби из них этот зверонравный характер. И усиди родителей, которые попустили им быть такими. Дай им страх твой. Святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, молите Бога о нас. И вы все переводчики священного писания. Кирилл, Мефодий, Игнатий, Николай, Макарий, Алтайский, молите Бога о нас. Господи, сохрани нас в святой православной вере. Аллилуйя. Всякую ересь истреби с земли. Продли еще мирное время. Святые жены и девы, молите Бога о нас. Фёха Первый. Мученицы, Фатина, Самарина, Феврония. Вера, Надежда, Любовь. Матерь, София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Юник, Иприяна, Устина, молите Бога о нас. Да дарует Господь им послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам. И сохрани их от всяческого поругания. Господи, истреби не покорилась. Галина, Екатерина, Евгения, Надежда, 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 Светланы, Марии, Раисы, Ларисы, Юлии, Марина, Людмила. Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение. Господи, прими нашу молитву воздемания рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ибо Ты сам повелел, чтобы мужи воздемали руки на всяком месте. И жены, мы видим в житиях, всегда молились с подъятыми руками. Ты близок к сокрушенным сердцем. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся Тебе о нас во благо нам. Услыши нашу молитву о всех западавших нам молиться о них и родных наших, не познавших Тебя. Господи, благослови их всех, болящих, сирых, покинутых, утопающих в пьянстве избавь от этого тяжкого недуга. Тебе, Боже, хвала, слава, счастье, поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И посеянные нами сохрани книги от лютых волков, не щадящих стадо, и говорящих превратным, желающих учеников увлечь за собою. Господи, говори, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Господи, косни сердце этих отрахов, дай им страх Твой. Покажи им, как временно мала эта жизнь. Вожги в них огонь Духом Твоим святым, чтобы они поревновали быть свидетелями Твоими, не были безразличны к своему спасению. Порадуй нас их обращением и избранием. Соверши это истинное чудо. Ты порадовал меня обращением этих людей, с кем Ты познакомил. Мы так необходимы друг другу. Это от Тебя. Воздай милостями Твоими. Среди множества злословий и хуленей я расслышал голоса, которые принимают истину Твою. Это от Тебя. Благослови, прошу Тебя, Максима, укрепи его сердце. И на противников и врагов пролей милость Твою. И для кого я был соблазном, помоги им забыть это. Да прославится имя Твое Святое. Аллилуйя. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи. Моя племянница Ольга сейчас уезжает, поэтому... Так познакомь с ней, где она в угоне Твоя? Вот она. Она сейчас едет в Новосибирске, поэтому... Помолите. Я она, дочь-то была? Она, дочь Анастасии, которая умерла, вот, моей сестре. Моя старшая сестре. Мои родные? Мои родные. Мы знаем друг друга очень и очень давно. Да, она к вам тут часто приезжала, мы знаем. Хорошее отношение, постоянно... Так что молите, она, дочь Анастасии. Анастасия за меня заступалась как мама, ну, баба твоя. У меня еще умерший... А моя мама всегда заступала в Новосибирске. Еще не так много. Это очень хорошо. За нее ехало заступиться. А моя теща, твоя баба, Агрепина и Семь, ни разу за женой Надеждой, ни разу ничего и вашей, всегда за меня. Понимаешь, это единственный верный был подход. Они не учили педагогической науке, ни Макаренко, ни Ушинского, ни Яна Каменского. У них это было внутри. Они оба любили Бога, они были как подруги. Но были они среди старых грязей. Кремльщик, ну, здесь вот, отца Никола. Ну, не устала тут? Нет, интересно было. Ну, и что, так, а вот.